так все пошел стоп старт запилил не знаю пойдет или стрим сейчас посмотрим на твич зайду блин ё-моё я кукис удалился все нахрен разбиндилась чё за шляпа позвать позвали а как подарки всем купить так все ребят на твиче все работает так что смотрите тоже если лагает все поехали да нет все нормально никакого хаоса нету все нормально начинается игра наконец-таки поперли ревыч против тиран вика у нас первая игра нет это вот бо один у нас здесь вроде как короче ребят рева против тиран вика также в команде тиранов касс играет вместе с тиран виком это будет чуточку позже естественно матч этот вот ну а пока поехали на киббете это по ставок не смогли не успели запилить если будут не сами на самому сообщите вот это был один так поехали все таки бо-1 решили бо-3 бо-3 слишком много будет у нас матч и может быть то есть теоретически с данной системой если было бы 3 45 45 карт могло бы быть отыграно с бо-1 теоретически 15 получается может быть отыграно но может быть и меньше тирановик против ревы победит та команда которая больше карт возьмет соответственно то есть до конца уже может быть понятно кто выигрывать будет но сначала сыграют зерги с тиранами потом сыграют процесс с тиранами как я понимаю потом уже зерги с процессами сюда пошли пошла через рипера опенинг у тиран вика через 1 рипера опенинг так у кого-то нет звука что лечь не понял должен быть звук есть чего у тебя кого-то там со звуком такой я без понятия честно говоря были косяки конечно да были косяки сейчас плеером но локить локить здесь присутствует поэтому я даже не парюсь как бы по этому поводу все должно быть нормально ребятки всем привет еще раз 30 число у нас всех кстати с наступающим поздравляю я в очередной раз спасибо всем за поддержку сегодня она уже присутствовала и очень даже серьезно спасибо за то что минусы сокращаются но и спасибо за внимание парасе тиран век дрончика подрезал сейчас но куда-то он залетел на вторую но тут-то крипа нет тут можно лингов прохарасить можно было против них по контролить вот там вот как раз таки не вачу тиран век не хочет уйти до туда а он хочет тупо улететь ну кстати рипер такой у нас прямо метеор уходит добавляется все больше и больше зданий летят мулы и пошел лейерок у репчика чтобы это могло значить вот этот вот лейерок то дроны за рипером направлены так ну сейчас рипер все неж рипер не жилец кстати гря но тиран век успел в последнюю секунду спалить то что здесь лейер делается пошел рович ворон очень похоже на нидус очень похоже на нидус готов ли тиран век будет его встречать я вижу танк я вижу второй танк продакшн я вижу лабу на старпорте что это будет ревен чей либератор либо бандши ну конечно лучше либератор вот ситуации строить посмотрим что тиран век вообще пока ничего не строить очень странное решение но и реви вот я вижу что уже не очень то получается тут тайминг нидуса так влезет прем а хитрый 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 ревчик очень хитрый третья пошла хата касс вердос может быть рева я не не уверен стримит ли рева но все стримит поэтому задержки нету практически все стримит смысл задержку выставлять не вижу никакого ничего либераторов как раз таки можно без лабы построить вот но тиран век предпочитает через баншу начать одна лаба высвобождена видимо на ней будет запилена еще вторая факта в перспективе если рович и реводжер кить будет банша летит вперед и м и я л поддержал ваш канал на сумму триста тридцать три рубля ровно ревчик я верю в тебя спасибо мэл от тебя уже 4 4 4 и 3 троечки спасибо тебе большое это 1332 получается тебя почти как 3 2 2 только 1332 прилетает банша нахарасил тут не слабо посмотрите 4 дрона уже минус тиран век делает ревы реви но рабочих у него что-то как-то много 60 почти было но здесь какой-то просто из на хоровод дронов и тут они все едут едут куда-то отдаются банша пытается на мэйн залетать муталиска два готовы первых заказано еще вот они сейчас прилетают и банша конечно же упадет падает банша рабочих уже переводить плюс 2 эволюшина поперли на третьей базе добыча началась девять дронов еще ревы строят ну просел . парабам но он из зданий сейчас сколько заказал только четыре здания два эволюшина два газа плюс часть потерял по лимиту 87 88 одинаковые практически стимпак у тиран века готов почти с эти через одну инженерку он играет почему-то в этой игре странно даже я не привык от него видеть именно через одну инженерку игру обычно он через две инженерки игры доиграть так здесь либератора уже мутку встречают с мариками так а ревчик стримит вообще скажите мне вот вы да вы должны следить за видеть это или не стримит ревчик сам-то так туречка на второй пошла не стримит ну понял ну ладно ничего ничего страшного значит серьезно отыгрывает этот турнир ну просто не знаю как бы я бы мог и задержку поставить но учитывая что у многих игроков есть стримы я думаю что смысла в этом нет никакого да стрим палит стрим палит стрим с мэп хаком я бы сказал врубил мэп хак еще и стрим для надежности палит друг к друг картинки разные ну что либераторов рева выбивает пушат тиран вик выходит перерос сейчас бейлинги не готова но скоро будут уже готовы либератор еще ближе подходит нужно убивать либераторов ревчик что творишь то сейчас двух за раз убьет красавчику двух либераторов как царь сейчас просто убил но один остался еще бейлинга мув готов один-один у рева не готов через четыре секунды будет один-один голова по лимиту рева в плюсь пока но тиран вик как-то жестко его прессует и не может рева отбиться нормально реводжеры подходит бейлингов лингов так что ног муталиски врывается резко мутка где-то была эта сказка о забытой мутке на несколько секунд была но кончилась эта сказка удачно потому что муту рева обнаружил свою все-таки взял и все-таки с ней отбился пошел уже хайф 2-2 не заказывать тиран вик прессует в то время орбиталку не делает ну что третий сэшкой перелетать не стал даже морфить сверху орбиталку морфит снизу тиран вик ну правильно здесь важнее гораздо перевести в лодку когда базы кончились рабочих для начала чтобы добыча там усилилась либераторы летят и что один всего правда еще либератор плюсом есть так ну тут чуть не погиб бедняга либератор но все-таки в итоге не погиб нужно вычинить его обязательно чем-то тиран вик простим пачился тайминг армари какой-то слабенький инженерки разброс но вот это очень опасно стоит можно с этой стороны мутка и и легко выбивать эту инженерку ну что линги-бэй линги копятся тиран вик готовится выйти вперед крипу ревы есть криптумеров правда мало всего по одному вот один криптумер выбит оди и поддержал ваш канал на сумму сто четырнадцать рублей ровно с рога с на стоп и шесть тем тяжело и с цифрами спасибо ади за поддержку тебя тоже наступающим всех наступающих пошла атака от ревы тиран вик как-то медленно тут танки танки не дропнул ревос минает нафиг своего оппонента вообще сейчас как-то тиран вик здесь в хлам развалился я бы сказал так ни много ни мало танки сейчас будут выбиты скорее всего рева идет контратаку здесь особо нету юнита в тиран вик стим патчется чем патчется раньше времени чуть не понимаю медивак бы стоило бы сейчас про бустит немножко отвести или привести даже 22 рева не дождался но он приходит и сгрызает тиран вик и неожиданно как гг пишет тиран вик ну что же карту взяли первую кто дальше у нас кто дальше у нас молодец тиран вик все манерно культурно гг щеку написал я упросил просто не знаю повлияло ли как-нибудь мои просьбы на него на него но я надеюсь что как-то повлияли и тиран вик молодец что это могу сказать а с левой же тиммейты точно точно они же с левой тиммейты это точно а так, Олежка пишет вечер добрый я думаю, он не только мне, а и всем вам пишет он тоже сегодня будет биться в этом интересненьком турнире ну что же могу я сказать так монетку буду кидать кто рево, орел не орел кидаем монетку, поехали что такое пока не надо все, кидаю, бладь, тоже орел, полетели орел ну что же, значит будет Блай первый черкать, что я могу сказать у вас там холод а здесь жарище да, все если на ребро упадет то если встанет на ребро то сразу автоматом хоть не предусмотрено шоу матч я против миши майкера просто начинается я думаю что если на ребро встанет монетка его попросу то изи запилим так чуток азблайм медленно черкают 2 ромжик 1 2 3 4 5 6 9 10 10 11 что-то не понимаю что происходит если честно что-то долго как-то счеркают так что императоры не позвали ромжик звали императора я с ним говорил хэйпи был согласен играть только если без архон мода без 2 на 2 всяких к его император ну всякую шляпу не играет типа но формат подразумевал архон мото матч обязательно поэтому гэгэш поддержал ваш канал на сумму 4500 рублей ровно еще раз с наступающим не слабо ггс и спасибо тебе большое очень приятно короче поэтому мы без копища сегодня жаленью но я думаю все равно будет интересно очень не слабо так ггс спасибо тебе большое что-то ребят что-то прям круто благодаря вам почти из минусов вышел так все создаю сумеречные башни а Так, касса. Жду от вета от касса. Здарова, Тиранвик, Сань. Слушай, я не знаю, тут как бы Рева рулит форматом. Если ты хочешь, можешь в апсы заходить, вот Рева тебе говорит. Вот. Ну, я думаю, что здесь стрим без задержки, можно и стрим посмотреть, тем более игроки готовы. Я стартую, но если дальше сам захочешь, заходи тоже. Вот. Я так понимаю, что дальше будешь играть ты, видимо, с Блаем, либо Касс с Ревой, ну как, других вариантов нету. Сначала 1 на 1, потом Архон Мод в конце в самом. Бу-1, поехали, Блай против Касса. Ну что же, одолел Рева Тиранвика. Вот, хотя, в последнее время Тиранвик доказал, что во многих матчах он фаворит. Ну, я его с Ревчиком фаворитом считал, но Ревчик за Ревчика и двор. Ревчик стреляет в упор, как говорится. Поэтому вот так вот всё произошло. Ребят, мне нужно срочно обновить текст. Приятно, приятно. Так. Ребят, мне нужно срочно обновить текст. Ага, плюс на минус уже остаётся. Таёма, уже меньше десятки осталось даже. Вот это очень круто. Это очень круто. Спасибо всем, ребят. GGSH себе отдельное сегодня спасибо. Что это значит? Это значит, что по другим реквизитам, не плееровским. Просто в плеере минус чисто, там есть что-то. А это то, что на PayPal, Яндексах, WebMoney и так далее. Вот. Но там тоже вывод, как бы, процент какой-то будет. То есть там не совсем такая, то есть всё поменьше, чем вот эта цифра. Ну там ненамного, сколько там процентов сожрёт вывод, я не знаю. Ну что, полетели мулы. Малики строятся. Так, странное заберёте. Пробегание от Блайлингами. Пробегает. Ну увидит, что здесь СЦ-шка добывается. У кассы три барака начинает, ну Мариков, МАЗ. Вообще очень большой идёт. А у Блайлинг, так, у Блайлинг, очень ранний лейер. То есть это либо муталевский, либо муточка какая-то. Нет, судя во всём, это не муточка. Неужели Нидус? Прямо на... Смотрите, как овер висит. Сейчас кассы из ПИО запалят, тут это овер. Можно мариками подойти и просто сбить его в тупую. Ну Блайлинг, аккуратен пока стоит. Отлетел вообще даже подальше. Ну что, если Нидус сюда пройдёт, то навряд ли вот это количество мариков сможет фокуснуть Нидус. Но, но, их очень много и с КСМ-ками у них большой ДПС. Я думаю, что они могут развалить на самом деле Нидус. Эти марики. Главное, чтобы КАС-код не ушёл. Ну Блайлинг чисто хочет нам доказать, что это реально тема работы. Видимо. Понимаю твои чувства. Но... Тут всё в руках у КАС-код, конечно. Ну что, куда пойдёт? Куда эта замечательная штука пойдёт? Пошла эта замечательная штука наверх. Стимпак не готов. Он будет только через 40 секунд примерно готов. КАС встаёт. Так куда на Нидус-то встал? КСМ-ки нужно выводить. КАС прям встал. А что он хочет доказать? Вот такие. Такую вот тему. Трансвьюз пошёл и что? Ой, Нидус упал. Всё равно не успел. Блай, посмотрите. Три королевы минус. Роуч минус. Блай не успел. Точнее, он первый королевый протрансвьюзил. А у других энергий тупо не было. В итоге КАС смог Нидус дофокусить. Но почему он КСМ-ок-то не выводит? Ё-моё, а если он сейчас не успеет этот Нидус дофокусить? Фокус идёт минус Нидус. И вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ну что, Блай? Переходи во что-нибудь другое. Блай сразу ему Фроучим делает. Рабов меньше, всего меньше. Это такой фейл. Это просто фейлище сейчас от Блая. И у КАСа великолепная ситуация. У него сейчас будут щиты скоро. У него есть... Так, нет. Плюс один у него нет. Фроучим делает. У него есть только инженер, который не работает. И сейчас уже будут первые медиваки. А с медиваками можно будет выходить, разламывать. Ну что, сможет ли Блай вытащить из такой попы, что называется? Сейчас мы увидим это. Третий ЦШКС не запиливает. Вот КСМ-ка выехала, наверное, снизу прямо. Да, он прямо снизу собирается третью ставить. Ещё строится Викинг Овер, их можно позбивать сейчас будет. Овер минусуется, ребят. Всем огромное спасибо за призовой. 41 500 он уже составляет. Спасибо отдельной Саньке за организацию за призовой. Кей-302, 4 тысячи лайч, 69 тысячи инженер. Тысячу Фендера, 100 там с чем-то рублей. Фюр-фюр там 30-шечку какую-то. Ну что, выдвигается КС вперёд. 106 лимита КСА против сотки Блая. Блая приходит роучами, пытается КСА поломать. Но КСА не так-то просто поломать. Он сам Блая тут ломает. Но вот единственное, что КСА нужно против роучей. Ладно, против линга-беллингов, но против роучей-то без фугасов. Как вообще биться? Вторую инженерку добавил. Атака заказана сейчас первая. А почему? Это мисклик был, что ли? КСА первый армор заказал. Он думал, что атака есть, видимо. Не знаю. Ну, первым армор это... Ну, так не делают тираны. Это, наверное, случайно был заказанный первый армор. Реводжеры роучи у Блая. КСА стимпак, мне кажется, разобрал бы здесь. Чё боится-то? Я чё-то не понимаю, КСА. Блая пытается нагонять КСА. Нужно сваливать отсюда. Ещё раз на стимпаке КСА просто уходит на хайграунд. Мимо. Чё-то КСА вообще заблудился. Часть юнитов загружает. Кто последний, тот... Тот... Кто последний, тот... На букву Л. Кто в чате у меня отсутствует. Маленькие друг к другу кричат. И вот кто последнего, ещё роучи кушают. Вот. ЦЦшечка третья. Я понимаю, почему КСА убегал. Мне кажется, он лоб мог убить сейчас. Но лимита больше. Третья у Блая не раскачана. Парабам вообще одинаковый. Посмотрите, что здесь за дроп. Ну, как... Сами знаете КСА. У КСА всего много. И поэтому и дроп соответствующий. Обратите внимание, сколько здесь всего. Выдвигает сейчас юнитов вперёд. А зачем вообще дропаться, если просто можно пешком пойти, например? Не знаю. Прямо через Оверсиро КСА дропается сейчас. Готов ли будет Блай. Хороший вопрос. Криптумар подрезал. Криптумары здесь подрезал у нас КСА. Ну что, на мейн дропчик идёт. Блай почему-то всех юнитов увёл. На мейне в итоге ничего не остаётся. Посмотрите, пять медиваков. Пять. Сколько же здесь юнитов. Даже страшно представить. У КСА сидит один медивак. Даже не разгружается. Говорит, вы разберётесь без нас. Марики не хотят. Дропс он полетел на второй базу. Почему всеми-то КСА чуть не понял, не выгрузился. Перелетает сюда. Сумарс, спасибо тебе. Ещё 1000 рублей призовой. Пошла. 42 300 уже призовой у нас получается. Ну что, здесь марики гибнут. Он тоже в это время КСА отменяет четвёртую. Пытается... Максич поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Пытается задробить КСМейн. Спасибо, Максич. Минки ещё раз делают залп. Так, попадают фаербулы. По медивакам неприятно. Но КСА улетает основной группой. В это время врыв. На вторую идёт. 127-125. Не понимаю. То ли заказа нет у КСА, то ли что. Почему? Ой, я её медиваки потерял. Не улететь будет. Катик. Ну что ж. Так, не до контроля. Покусить дронов ещё. Но потерял весь боевой лимит. Но Блай остался без второй... Без третьей базы. Прошу прощения. На мейне. Тоже добыча не Ахти. Рабочей не так уж много. Четвёртую ЦЦ-шку КАССУ отменяет. Он не забывает эскейп нажать сейчас. Или не успевает. Я не знаю. ЦЦ-шка в итоге без возврата минералов погибла. Блай собирается КАССУ принимать уже своими роучами. И здесь реводжеры дома. Медиваки возвращаются. Здесь на подземном муве пытается Блай ворваться. Туретка не готова. Но скоро будет готова. Минеральная линия и туретка получается нет. Депошки не закрыты. Сейчас может КАССУ просто расшатать по всем направлениям. Ой-ой-ой. Как сейчас может быть неприятно. КАССУ туреток нигде нету. Жадная тирановская вот эта вот тема. Спасибо ребят всем за поддержку. Ни одной туретки нигде. Даже муток нет. А вдруг что-нибудь такое произойдёт. Тем более у ручьи визуально видно, что они с подземном муве. У них же меняется скин их. Ну что, 2-2. У КАСС раньше либератором рейндж атаки. Копится КАСС. Блай пока не демонстрирует своих ручей. Так как он ждёт пока КАСС выдвинется. И тогда они выкупуются и начнутся просто с экономию КАСС большие проблемы будут. Как этот скин меняется. Без подземного мува шипов вот этих нету. Жёстких на спине у ручь. И после мува тоже, по-моему, меняется немножечко. После подземного вот отдельно. КАСС в алмазе не знает. Но может быть и да. Ну что, либераторы здесь рядом. Там минки всё выкапывают. КАСС 184 на 145. Но КАССа такой гигантский лимит. И грейды 2-2 против 1-1 в данный момент. Так что я боюсь того, что просто Блайу здесь не хватит юнитом, чтобы Лоп отбиться. Правда, КАСС дропается. Вот ручей нужно выкапывать. Блайу контроля на данный момент, насколько я понимаю, не хватает. Ой-ой-ой, куда-то под спорку-то встал КАССик. Встал под спорку, чуть не отдался. Здесь крыльево падает. Четвёртую базу КАСС выбивает. Блай выкапывается в это время на всех базах. Везде рабочие псыськи. Как у КАССа падают рабы, псыськи. Уже 15 минус. Здесь фаерболами Блай закидывает КАССа. И КАСС-то отдаётся. Лимей-то уже меньше. Офигеть просто. Прилетает либератор. Но либератор от реверджеров не очень-то контрят. Хотя вот сейчас пока не выбитые стреляют. Ревчик выражает свои эмоции. Блай просто развёл. Сейчас КАССа беднягу на ровном месте как-то всё сделал. Мимо либераторов фаербольщики пошли. Здесь какая-то беда на третьей базе. Но база всё равно может упасть. Либератор очень хороший дэмэдж наносит. Блай тут их собирается выбивать, выбивает. Но заходит в рейндж либераторов. Здесь тоже заходит в рейндж. По одному вообще не попал в реверджеров. Как они изничтожают эти либераторы реверджеров. И инфесторы погибают. Лимита КАССа больше. Боевого тоже больше. Блай без базы. 36 дронов. На 19 КСМ. Но у КАССа-то мулы есть. Нужно про тирана помнить. У КАССа есть 70 боевого лимита. Чё там Чарлик? Недоволен чем-то Чарлик. Не знаю. Наверное, кто-то на улице не прав. Ну что. Конечно, Блай всё сделал очень круто и камбэчил. Но вот в итоге, в итоге, вот здесь вот Либератор и Био. Как-то он слишком много в этом замесе натерял. И то, что вот его великолепные роучи, вот этот, выкопанными убийство рабочих всех, не привели к желаемому результату. То есть, КАССа всё равно очень много и его будет очень тяжело остановить. Четвёртая база была отменена. Третья уничтожена. В итоге, добычи почти нету. Ну, пять инфесторов Блайчик ещё делает. Но тут роучи меньше, чем мародёров. В смысле? Ё-моё, сколько тут мародёров-то. Вообще гигантское количество. Ещё и Либератора здесь. Нужно куда-то заползти. Но Блай знает, что вот она, туреточка-то здесь есть. И туда заползать не хочет пока. Ну и, кстати, вот этот туреткий Вижн тоже, да, сейчас на роучи. Три роучи минус. Понял ли КАСС, что они здесь ползают? Блай-то понял, что опасно очень здесь находиться. Уполз минеральную линию. КАСС вообще, по-моему, не заметил, что здесь происходит. И не стал сканить ничего. 140, 800. Нет, здесь всё очевидно в этой игре, конечно. Но может, я не знаю, хотя навряд ли здесь какое-нибудь чудо такое уже случится, что с таким лимитом просто сможет Блай вытащить. Но Блай не сдаётся. Блай всегда до конца играет и будет пытаться что-то сделать. Инфесторов, кстати, он строит. Нету даже грейда на энергию. То есть они с 50-ю выходят. Но вот как раз прошло время, что на Микоза накопилась энергия. Может быть, какие-то чудесные Микозы плюс Фаербулы здесь зарешают? Ну куда? А смысл Микоз? Всё равно они стоят здесь. Ну три-три. Нет, одного всё из трёх либераторов выбрал у нас Блай. Пошли Микозы. Этого либерат не выбрал. Он стреляет очень жёстко. Дома там Роущий выкопал. КАСС их убил уже. Шесть КСМ-ок всё Блай убил. 120 на 96, несмотря на то, что Блай... Чудо мне вытащил. КАСС всё-таки в этой игре доминирует. И здесь, скорее всего, ГГ. Да, ГГ пишет Блай. Ждём следующей игры. Не знаю, кто у нас там по порядку будет следующий. Так, Ревчик у нас орёл. По-другому не бывает. Давай, кидаю монетку. Орёл. Пошёл. Привет, Перельман. Всем привет, кто недавно подошёл, ребят. Упалик из FXOpen.com. Смотрю, посидит. Спасибо тебе, Алекс. За твою поддержку крутейшую. Спасибо всем, ребята. Очень большое. С вашей помощью уже практически разобрался со всеми этими минусами. Осталось совсем чуть-чуть. Может быть, даже за сегодня-завтра получится. Получится всё. Нет, у меня на монетке не два орла. Здесь на монетке Союз Ракета. Она юбилейная. 50 лет полёта в космос первого. Черкают карты Косарева. Союз Ракета. Привет, Бастард. Почему это наглые? Хорошие, милые глаза. В конце января примерно, я так думаю, всё это будет. Так, что-то Ревчик пропал. Куда Ревчик-то пропал? УДА. В ДОКРА. Вы од halflly. Всегда буду Terra. А-и-я. В ДОКРА. В ДОКРА. В ДОКРА. irk. В ДОКРА. В ДОКРА. В ДОКРА. И все равно Эта карта попадается А что сейчас Только ее любят все что ли Я чуть не понимаю А что сейчас А что сейчас А что сейчас Так Протокол Центральный протокол Карта то у нас Сменилась все таки Начеркали до протокола Центральный протокол Центральный протокол Так центральный протокол Ну что Кас против репчика Начинаем понемножечку Третья Третья Бу-11 Как эту игру сыграет Уже Терранвик будет играть с Блайм Абсолютно точно И потом будет И потом будет Так Терранвик заходит Так Терранвик заходит Так Кас говорит что репчик сейчас силен и можно стартовать сразу Все равно Все равно рева придет Рабочие там надобывали Даже если он на минуту позже начнет играть Сирок Затащит Ну что Кас верит в репчика Поехали Леши 2013 поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно С новым годом по ми С новым старкрафтом Желаю больше стримов И ведро денег Спасибо тебе леший Ведро Ну это как маленькая тележка Где же вагон тогда? Так Какими шутками я завязал? Я шутками не завязывал Но Все время тут уже нельзя шутить Спасибо ребят всем за поддержку Да нет Еще бывает Ну видимо старый стал Сам понимаешь Серьезный Лорчил много Один уже пошутил А Алиса не прощает Товарищ Ну что Газ готов Начинается добыча У репчика Газ Пул То есть газ Газ ранний достаточно Но все равно Амуф Пулу не успеет наносить Скорее всего Ну если до 4 утра То надо сидеть Но это нужен стрим Получается Начался сегодня С 15.00 То есть Если до 4 утра То это конечно Очень жестко Это уже Ну кстати Даже не рекордный Это был бы То есть 9 плюс 4 13 Как-то немного Вообще Даже Совсем немного Я бы сказал Ну да ладно Но все равно Вряд ли Сегодня до 4 утра У нас Будет стрим Вот Так как Хоть здесь У нас еще и много Матчей осталось Но все-таки Бу-1 Вот и сейчас Тираны против Зергов Кончится практически Кланварчик Вот этот вот мини Но будет еще Архонмод Помните Реба будет играть Глайн против Каса Теранвика Ну тут Очевидно Что Кас должен Макрить Видимо Теранвик Контролить Я так понимаю Что в итоге будет Я не знаю Потому что Архонмод Тоже нужно уметь На самом деле Играть Это просто сказать Ты макришь Ты контролишь Иногда Где-то Нужна помощь Под контроли Иногда И в макро Ребер Летает Контролит Все прекрасно Сейчас видел Касу Что здесь У Ребы Происходит Но Он не видел Пока То что Вот Таковое Здание Сейчас Здесь Начинает Шевелиться Все Начинает Мутироваться Ну что Что же Это будет Против Блая Кас Показал Что Готов Он К Нидусу Например Что Будет Против Ребы Вообще Пока Непонятно И Подчеркивание Ктапи Поддержал Ваш канал На сумму 62 Рубля Ровно Кас Тащи Спасибо Не старый Можно Запилить Кстати Голосовалку Пацаны Там есть Кто у нас Кому Запилить Зик Там Я не знаю Запилить Кто победит У нас Чтобы было Поинтереснее Чтоб Повеселее Был Рипер Прилетает Здесь Королева Встречает Минус Рипер Угу Посмотрите Что творится Прямо С Мэйна Репчика Все Это Делает Что-то Случилось Не знаю Что случилось Спасибо Олеше 2013 Абсолютно С тобой Согласен Гоу Гоу Пишет Рева Гоу Пишет Кас Ну Что-то Прямо Что-то Ничего Ничего Кроме Как Вот Этой Страты Зергит Пока Нам Такого Интересненького Сегодня Не Показывают Страты Страты Не палят Если Страты Не палить Не получится Забрать 44 По-моему Или сколько Там у нас Уже Призовой На двоих Забрать Не получится Кас Тоже Решил Что Надо А нет 42 300 Уже Все равно Это Серьез По 21 Тыще За вечер Налицо В принципе Неплохо Я так Думаю Но Достанется Какой-то Одну Из команд Либо Протсом Либо Зергом Либо Тираном Мы Очень Скоро Все Это Узнаем Кому Достанется Да и Призовой Может Увеличиться Еще Как бы Голосуем Ребятки А как же Упыри Илюх И красивая Игра Или здесь Красивый Уже не может С Нинусом Быть походу Нет ребят Титана Еще не играл Только Тираны Зергами Играют Кас Попросил Секундочку Не знаю Как он ушел Вот Все Все готовы Поехали Кас Вернулся Ревчик Здесь Кстати Респы Близки И здесь Можно Попытаться Рампу Пропушить Например Так А что У нас В итоге Не понял Ой По моему Сейчас Кас Я Посмотрите Какое Обстоятельство Сейчас Интересное Увидел Кас Сейчас Спалил Спалил Овера И Викингом Сбил И здесь Который На мэй Нарывался И вот Это В итоге Просто Вот это Здание Никак Не применить То есть Его Уже По факту Будет Реба Делать Когда Видимо На Хай Граунд Сюда Зайдет Видит Ликас Да Камни Видят Что Пробиваются Но Пока Чего-то Никак Не Реагируют С Андроида Как Проголосовать Я ХЗ Может Там Это Недоступно Не знаю Честно Тебе Скажу Забегает Затрев Танк Танк Плюс Марики Здесь У Касса Кажется Проблемы Гигантские Начались И да Почему Недос Сюда Не Сделать Например Было Бы Касс Не Законтролил Камни Вместо Того Чтобы Этих Роучи Отогнать Отсюда Танком Получает На Мэне Столько Роучи Что Теперь Отбиваться Тяжело Будет Минус Слабо На Факте Но Танк Достроится Скорее Всего Нужно Отвезти Мариков Щиты Не Готово Ничего У Касса Там Пока Не Готово Перевозится Туда Сюда Пошел Недос Отреву Он Собирается Видимо Еще Королев Сюда Привезти Танк Вышел Но Нужно Ой Касс Не Успевает Законтролить Ну Как Можно Сейчас Единственный Юнит Который Мог Спасти Касс Его Не Законтролил Бункер Не Вычинивает Тоже Ошибка Ужасная Какие Ошибки ГГ Пишет Касс Танк Не Законтролил Бункер Не Вычинил Ну Что Могу Сказ Касс Выиграл Блая Реву Выиграл Тиран Вика И Рева Выиграл Касс Пока Что Ревчик Тащит Два Очка Принося Своей Команде А Тиран Вик Будет С Разбушевался Так Кидаем Монетку Так Решка Не Поперла Блая Будет Архон Мод О Здорово, тигра! Спасибо тебе! Ты что смотришь? Черкает Блай помаленечку с Теренвиком, сейчас дочеркают и начнёт всё понемножечку. Ну что, пока не дочеркались, что медленно подчеркают, товарищи, ребята. Спасибо. 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 Тридцатое число. Может звонят, не знаю, может ещё что-то происходит. Ждём, ждём Блайчика. А пока рекламу посмотрим. Да, у нас холодно не бывает, у нас либо жарко, либо прохладно. Офтигра поддержал ваш канал на сумму тысячи рублей ровно. Спасибо. 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 Спасибо тебе, Тигр. Ты чё? Оп. Респектон. Респектон. Тигрон, спасибо тебе большое. Ждём начало мы, но пока что-то не начинается. Поехали. Так, ну, голосовалку создали с упырями и со всеми делами правильными. Так, секундочку, ребят. Так, ребят, всё, я здесь. Блин, настройки опять сбросились. ТАСМ готов. ТАСМ готов! ТАСМ готов! Субтитры делал DimaTorzok 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 15 ксм на мэне Какой-то дисбаланс небольшой у кассы по базам Конечно на 2-й рабочих 23 вру Но у него точка сбора С мэной сюда стоит Ему нужно бы это заметить Сейчас на 3-ю перейдет Туретку криво Здесь заблочил все добычи С этих двух минералов Ё-моё, посмотрите Отсюда ксм вот так ездить Такие-то вещи надо контролить Простите, какой касс Это Тиранвик Туретку кривовато поставил Я что-то гоню попутал Конечно же кассы здесь нет Это Тиранвик Садится ццшка У Блая между прочим Милишные грейды 1-1 делаются И у Блая уже хайв почти Не почти готов На половину готов Пошли с Поркин Ну сделал бы так касс или нет хз Копится Копится Тиранвик Памешку 112 лимит на 92 Больше на Двадцаточку уже Примерно так и держится Боевой как раз это лимит Именно двадцашка по рабочим одинаково Но ведь у Тирана Мула есть Помните об этом И что-то вот сегодня косячит С таймингом армори Постоянно Тиранвик Нет, чтобы 2-2 заказать Как-то вот идеально У него в тайминге Постоянно забывается Это армори У него сейчас будет позже 2-2 Чем у Блая Если Блая армор закажет Вовремя Второй Готов Первый будет Сейчас второй грейд Должен быть заказан Ультра Эльц Кеверн почти готов И сейчас конечно же Уникальный грейд На ультра Впадет Четвертая хата готова Нужно по газу Раскачать ее Либо минералам Тоже не мешает Ублая Нормально 16 дронов Везде практически 16 17 15 Да ребят Второй армор пошел Уникальный ультра вам пошел И три ультралиска Но У Блая только У лингов Тут штук 20 с чем-то Плюс инфесторы Больше вообще ничего нету Смотрите Так Реводжеров Линги уходят Тини Реводжеров По Либераторам Попадает Блая Микозом Но ничего От этого Либераторам особо Не случится С ними Через секунду Ультрал первый выйдет Скоро еще один выйдет А где он вышел-то С четвертой базы Паузу Блая просит Паузу На страницу турнира Обновляются Результаты Ребята Так что Кто следит Смотрите Так Секундочку Подожди Игра Возобновлена Результаты Результаты Только Один Либератор Нанес Не справился Он У Блая Четвертая база По лимиту Блай Вперед Вырвался Еще Сейчас Еще С четырьмя Ультралами Заказанными Еще и 2-2 Раньше Чем у Терренвика Будет Гостакадемия Пошла Нужны Гасты Либераторов Тоже больше Нужно Добавлять Чтобы попроще Было Что идет Атака Терренвик Кайтит Как демон Откайтил Частью Ультрал Посмотрите Дэмэдж Маленький Так Что не так Призовые На три места Поделены Нужно На одно место Их запилить Чтобы потом Разослать Двум игрокам Вот Локич А можно поменять Это как-то Это ошибка Получается Кто там Кто это все делал Вообще Чуть не понял А Призовые За три места Будут в итоге Я думаю Просто победитель Все заберет Я не знаю Короче Решайте сами Эти вопросы Потому что Потому что я Пока могу Или локич помочь Нужно Выясниться С этим всем делом Ну что Забегание Лингов идет Хорошая Тиран Тиранвик Не очень-то готов Ну что Лингов Лингов Вычистил Минеральную линию У КСН Живут В это время Дробщики Тиранвика Начинаются Начинаются Эти Адреналин Адреналин Есть Новый год же Все-таки Никто не будет Обделен Здесь Дробщиком Тиранвик Добил все-таки Пятую хату Блая Но потерял дробщик 176 182 По лимиту В пользу Тиранвика Парабам 74-73 Одинаково Практически Ряды 3-3 Там и там делаются У Блая Будет раньше Вторая атака Уже на воздух На либераторов То есть Мало того что они По земле будут Дэмэдж выдавать Так и Контрить Жестко будет Ну вот я не знаю Вот этот дэмэдж По земле То что на него Атака работает Вот мне кажется Момент такой Достаточно халявный Потому что вроде как Касты Дэмэдж это гигантский Может быть Грэйды не нужно На нее не распространять Спасибо Киберлесник Всем спасибо ребят За Добрые пожелания И за поддержку Старкворты Тут у кассы Пацаны Простите Какого касса У Тиранвика Опять касса Что-то блин Касса там уже заикается Сейчас наверно Блайд с брудами С ультралами Идет вперед Снайпершой Тут гасты Посмотрите Бруды падают По имечку С этих брудов осталось Всего три штучки Есть здесь и Либератор Очень жестко Танки с Либераторами Разносятся Игра брудов Нужно брать всех Либераторов Что Тиранвика делает Одиннадцать штук Их уже между прочим Но тут Караптеры Появляются резко Плюс два На Либераторах Не готово Там плюс один есть Что-то блин Начинает ломать Все нафиг По лимиту у него Все замечательно Либераторы падают Инфеста Тирана Плюс караптер Четвертую УЦЦшку Тиранвика убивает В это время дробчиком Тиранвик пытается Хату убить Здесь ультрал оказался Дробчик не вкатил 200 на 109 По лимиту И что-то ребятки Тиранвик Как-то Как-то сливается Проиграл И Ревчику И Блаю Не знаю В чем Кас выиграл При этом Цюмблая Проиграл Ревчику Из Тирана Только одну очку В этом матче берут Ну а что поделаешь Что поделаешь Так Слай еще на 3000 С Новым Годом С комментарием Увеличил Вризовой турнир Спасибо тебе Слай 69 Вообще царь Ну что архон мод у нас на горизонте Как-то вот так вот Кай поддержал ваш канал на сумму 5000 рублей ровно Держим студийную динамику Кая Ё-моё Тебе вообще просто Тебе Супер респектон Просто идет Большое тебе спасибо Это ж дичь какая-то просто Скоро в плюсы уйду Ну а что 30 лет Так как не так Скоро Надо что же Зачетненько Так Меняем текст Сколько у нас получается 42 7 700 70 Хорошее число Кстати Смотрите-ка Плюс Минус на плюс Почти рядом Спасибо Большое ребят Джори Ну а что тут Ну а что тут И И Сколько у нас Ну а что тут Смотрите Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, в будущем сделать что-то сможет выводиться все... Ну, Кирилл пока топ-1 уверенно удерживает... Как-то так... И Захар 27, который в топ-3 просто за раз вот так вот ворвался... Спасибо всем, ребят, большое! Я не знаю, почему премиум подлагивают... Сегодня говорили, что были проблемы какие-то у многих, но... Откуда они взялись, я не знаю эти проблемы... Так, сейчас кидаю монетку... Можно кинуть монетку... Так, решка выпадает опять... Так, что такое, значит, не понял... Спасибо, Слай-69... Тебе... За поддержку турнира еще... Большое спасибо! 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 Да, Псик, я вижу... Примерно 500 рублей... Так... Спасибо! 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 так ну что процесс пошел слава богу карты черкают игроки сейчас скоро очень что-то начнется так, что тут у меня тут так, вылезла вылезла, вылезла так, протокол у нас карта центральный протокол для архон-мода поехали так а как-то нужно как архон создать-то я даже не понимаю я не знаю, куда архон, какие карты просто я чуть не понимаю, как архон-мод создать кто шарит-то вообще блайд сам создаст все нормально но мне просто самому интересно как это создается-то все режим один на один через какие-то моды, видимо нет, в режиме здесь нету архона в том-то и дело так, вылезла как-то так а категория точно я сверху смотрю я а я в режиме все пол категория ну что ждем пока все готовы будут и поехали все теперь понял спасибо ребят буду знать но уже было и создал нормально а а а а Субтитры сделал DimaTorzok С наступающим и тебя, и всех с наступающим. Спасибо большое, ребятки. Вояк или вожак. Что, готовы там все? Не все, точнее, еще готовы. Ждем. Так, ребят, ну что? Получается, суммарно в плюс уже попали. Попал я. Но пока еще оставляю этот минус на всякий случай. Газ большой босс. Блай Рева против них. Ну что ж, посмотрим, что это будет. Но в Архон Моди, по идее, не должны они Нидус играть, потому что все-таки в Архон Моди вдвоем ты контролишь, а Нидус это такая одиночная стратегия обычно. Барак. Здесь хат, 17-й газ, первый. То есть это газ пул, мув будет очень ранний. И, ну да, выглядит как будто Айсер Рева. Хе-хе, необычно. Хе-хе. Айсер Режим. Торчок. Торчок. Ну что, Касса и Тиран Вик решили сыграть в риперов, кстати говоря Кстати, для Архон Мода, мне кажется, идеальная страта Почему? Потому что один риперов контролит идеально Тиран Вик А Касса будет экономикой заниматься То есть никаких втыков по рабам там ни почему не будет вообще Интересное решение такое Вот Посмотрим, что из этого выйдет Делается мув, у Блаарева добывается газ Но риперы контрятся Нидусом Частенько я такое наблюдал Посмотрим, сможет ли законтрить Нидус Так, Роуч Ворон пошел А это вообще чизочек какой-то Ну что же, интересный момент Минус линк уже один рипером Там Тиран Вик Королев подкидывает рабочих Уже второй рипер на мэне есть Так, линка минус нува Королеву нужно подхарасить На минку Королева попадает На минке получает дэмэджи Много еще и риперы дэмэджат В итоге очень слабо Гранатки накиданы Риперов желательно бы отрегенить Уже три рипера с королевой тут бьются На гранату свою Тиран Вик сам Старается не попадать Ну естественно, а как же ему это не стараться Так делать У красных-то риперов отрегенчат Стримопс поддержал ваш канал На сумму 500 рублей ровно С наступающим по ним Спасибо Стримопс тебе большое Ребят, всем большое спасибо Ну что Залетают Тиранщики сюда На третью базу Тут 4 рабочих Все, больше ничего нету Линги с мумом уже начинают Риперов ловить сейчас Рева Блай Но риперов-то, посмотрите, сколько много А лингов сколько мало Одного рипера только минус 0 Лингов всех потерял Здесь роучи Все новое-новое строится Так, королевы риперов встречают Нужно уходить Что же ты делаешь, Тиран Вик Как-то криво законтроль Точка сбора кривая Стояла сейчас Ну что же Ну в целом В целом Зергии находится В не очень хорошей ситуации Потому что это фактически Улын будет у нас Видит прекрасно Тиран Вик Что-то происходит Здесь бункер И стеночка добавляется Лаба Так, лаба одна Два реактора Каких к черту Два реактора Там роучи Тут мародерчиков побольше Побыстрее бы щиты Маликом делать Почему Почему два реактора А не лаба вторая Не знаю Хотя Хотя Если Посмотрите-ка Нет, вполне возможно Что роучи-то оборонительными Юнитами были Со стороны Блая Кас Блая Иревы Реперов У нас в итоге Шесть штук Шестью уже Тут особо не расхарасишь Но Зато контроль карты есть Так Что там Какой-то звук Лагер Лагов Быть не должно По идее Логич здесь Не знаю Хотя у кого-то Могут сохраняться До сих пор Пробивает камни Блая Рива Посмотрите Возможно Это будет Какой-то Врыв Через камни Ух Как Забыли Сейчас Тиран Викас Про то Что на этой Карте Какая-то Непонятная Тема Происк Так Забыли Про то Что на этой Карте Есть пробиваемые Камни И то Что их Нужно Контролить Так Здесь Бункера Будут Добавляться Пока Не вижу Бункеров Добавляющихся Вижу Зато Реводзеров Зидар Поддержал Ваш канал На сумму 300 рублей Ровно С наступающим Новым годом Пами И всех 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 Спасибо Большое Зидар Очень Приятно Спасибо Всем Ребят Всех С наступающим Великолепный Турнир За который Саньку Нужно Благодарить И Всех Кто Его Поддерживал Слай 69 Кей 320 И Все Кто Поддержал Его Спасибо Большое Ребят Всем Глайз Ревы Пытаются Зайти Сюда Уже В лоб На вторую Базу Пошли Касты На бункер Но есть Импак Уже Не так Просто Справиться А в это Время Рипперами Еще Посмотрите Какие Диверсанты Они Прям Там Внутри Боя Кидают Гранаты Потому Что И Кас И Терен Вик Контролят В двух Направлениях Насколько Я понимаю Здесь В это Время Хату Пытаются Заказать Но Тяжело Тяжело Сдержать Здесь Будет Кас Терен Вику Все Равно Посмотрите Сколько Много Юнитов И в разных Направлениях Все Идет Шатание Хотя Сблавим Как Можно Не Увернуться От Этих Чертов Фаерболов Сейчас Два Мародера Погибло Увидели Сами На Фаерболе Пятый Барак Готов Пока На нем Нет Никих Пристроек Один Один Заказывают Грэйды Тираны Одновременно Зергами Здесь Совсем Немножечко Крипа В кавычках Криптуморов Миллиард Тут Блая И Ревчика Здесь У нас Реведжерами Собираются Встречать Кстати Мува Даже Роу Еще Нет Это Без Лейровый Пуш Вообще Был Третья Только Только База Начала Качаться И Так Идет Тиранвик Кас Туда К третьей Горостки Здесь Дробщика Нафига Дроба Прямо На крипе Загружается Смысл Сюда Загружаться То было Так же Можно Было Пешком Дойти На третьей Базе Проблемы Пошла Атака Линги Падают На мейне Дробщиком Королева Принимается Мародеры Без Фугасов Вдвоем Играют Фугасы Косячно Делают Что за Дела Ну короче Сминает Кас Тиранвик 24 57 На мейне Минус Рабов Миллиард Здесь Тоже Проблемы Очень Большие Ну ГГ Пишет Рева Покидает Игру Блая Здесь Остается Тоже Покидает Игру Ну что 3-2 В пользу Блая И Ревчика Закончился Матч Тиранов Зергами Но Для Тиранов Еще Не Все Закончено Потому Что Сейчас Сейчас Будут Еще Прото Сыбиться Из Эргами И С Тиранами А Решиться Это Все По Картам То Еще Можно Затащить Всем Сейчас Элегантно Вердос И Титанчик Будут Врываться Элегантность Повышается Стрима Соответственно Спасибо Ребят Всем За Поддержку Еще Успела Цифры Менять Просто У soaked Стрим За . Еще 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 Nos Придж П Ок У У У У Ну что ж, ждем пока определится, кто именно первый будет играть. Сейчас Тираны против Протцев будут играть. Ну там в сетке, сетка вот это то, что на Гудгейме это фактически было сделано для счета, для того, чтобы просто через турнирный мод как бы запилить. Ну вы поняли. Чтобы игроклима... О, слайша А9 уже на десятку поддержка. А успел-то ты еще, не понял. А вот только что успел. Просто красавчик. Офигеть. Спасибо тебе, слайк. 69. Жду пока карты подчеркаются. А я и смотрю, что-то вроде сообщения не было. Пропустил, а там бах, уже чирик. 47 тысяч призовой становится, ребят. Уже совсем не шутки. 48 практически. Спасибо тебе, слайк. Поддерживает также и мой канал, естественно. Из минусов. Уже выбрались. За это вам всем большое спасибо. Вот. Но... Из нулей тоже надо выбираться. Чё-то не понимаю. Чё-то я не понимаю. Кто играет? Чё-то все заявкашились куда-то. Хотя вердо здесь... Куда-то ревчик делся. Газизов в какой турнир хочет попасть. Так. Всё. Так, что происходит? Что-то надо реву искать, где ревчик-то вообще, ребят, привет, алекс подчеркивание fxopen, кам поддержал ваш канал на сумму 6031 рубль ровно, ну как всегда все гуд, спасибо тебе большое, алекс fxopen, офигеть, просто, спасибо большое, Что-то уже надо ведро, да, побольше брать. Ну все, уже и все вообще ништяк. Новый год 24 часа, стремись. Что, завтра в новый год, стрим пилить в 12? Не, ну, кстати, была студия веб, когда можно было бы запилить, как я жру шубу, например, стрим. Здорово, кид, нездоровая тема устроить. Ну что, спасибо всем, ребят, большое. Очень приятно. И кому это надо, это миру надо, это миру надо, понимаешь, как бы. Человечество зашло в тупик, как бы, в своем развитии. Так. 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 Продолжение следует... 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 И тогда корейцы, конечно, так не доминировали после этого касса. Согласен. Так, ну, кстати, на ликвипедии касса можно найти. Да нет, мне кажется, не 12-й, а 11-й год или 10-й. Какой-то такой, наверное, был этот год. Старенький. Так, Кулешов у Андрея на PayPal 1000 от Юри Хамстер. Спасибо тебе большое, Андрей. Очень приятно. Мыло, твое письмо не удаляю с мыло. Если поеду, напишу. ВЦГ-2011, Скиверлисник пишет, вот кидает. Я кидаю, дублирую на СК-2ТВ. Мне самому прям интересно стало. Матч за третье место. Да, Касс Титанчик и выиграл. И 2000 долларов. MVP первое. Кщигуа второе занял. Здесь кому? А, MVP. Погодите. Кщигуа Титана убил. Титан убил Кивика, Киканадца. Кстати, для неплохого в то время. Супер Нового убил Титанчик. Ну, проиграл Кщигуа. У Титана проблемы с зергами тогда были. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Большое, очень приятно. Еще раз. Так, кстати, да, если у кого-то с плеером не очень, твич работает сегодня, рестрим. Так что можете туда идти. В плеере все есть, ребят. Ну, конечно, лучше на нашем плеере будете. Ну, что же. Титанчик проверяет, что здесь у Касса происходит. Видит реактор. Касс начинает без рипера. Вообще с реактора. Может, это реактор два рипера будет? Нет, это реактор Марики пошли. Еще опасный такой билд. А если бы адепт пришел какой-нибудь. Хотя, Титан сам, посмотрите. Он после гейта-анексу стоит. И, о-о-о, интересное здание такое. Причем, интересно, пилончики расположены. Так, здесь пробка до сих пор жива. У Титанчик только сейчас Марики ее собираются перехватить. Но и то пока не могут. И Титан еще барак второй добавленный успел увидеть. Так. Привет, Марлин58. Спасибо. Я все такие видео люблю очень. Спасибо большое. Потом гляну. Реально, когда у них какие-то выступления, люди просто снимают. Вот. Сейчас, ребят, формат какой? Это как Рейс Ворс у нас. То есть, команда тиранов, зергов, протцев. Сейчас отыграли тираны с зергами. 3-2 там счет в пользу Ревы Блая. В 1 на 1 Блай выиграл. Тиран Вика проиграл кассу. А Тиран Вик проиграл и Блаю, и Реви. Но выиграли они с кассом зато Архон Мод. То есть, там 3-2 счет. Сейчас тираны бьются с протцами. А потом протцы будут с зергами. Мы еще и Ревщика увидим обязательно. Ну, а... Тиранчики уже все. Сейчас вот этот уграет серию. Больше не будут. Здесь у нас, видите, Оракул висит. Адепт приходит в лоб отвлекать. Хочет Мариков касса отманить. Титанчик сейчас. Но касс не ведется. Ну, кстати, если Марики по чуть-чуть будут подходить. Вот 3 сейчас подойдут, смотрите. Так, прилетает Оракул. Залетает на мэн. Везде все у касса прикрыто. Здесь 5 Мариков. Жазизов поддержал ваш канал на сумму 216 рублей ровно. Тост. Кто донатить не будет, у того детей не будет. С Новым Годом, россияне. Так, Жазизов, тебе спасибо. Ну, сплюнь, что ты такое огородишь. Чтоб у всех были дети. Без всяких этих штук. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Так. 800 нас людей в чатике. По 3 штуки, кстати. У моего друга, одногруппника, с которым я вчера сидел. Я вам говорил, что у нас небольшой такой а-ля корпоратив одногруппников, старых друзей вчера был. Вот. У него третий уже, третий малыш на горизонте в мае будет. Это просто респект, конечно. Ну что. Я вот кроме него пока не знаю таких людей. Два у многих есть, как бы, моих знакомых. Ну что. Резонирующие глефы. Третий некст у Титанщика. 55-33 по рабам. По рабам вообще печаль сейчас у кассы какая-то. Причем, при всем при этом, у него нету ЦЦшки. Посмотрите на боевые лимиты. 47-28. Посмотрите, какой выход дичайший идет. Но, пока не готовы щиты, этот выход не будет таким сильным. Ты знаешь девятью. Чисто своими. Без устанавливания. Ну, это жестко, конечно. Спасибо, ребят, за поддержку. Сегодня прям вообще жестко. Кая тут врывается, как обычно. Уже немножко теснит Кирилла Русбрейна даже. Ну, с такими темпами точно с первого потеснит. Будет с рожками сидеть. Надо придумывать нашим ребятам что-то новенькие, какие-то фишки для поддержки. Так, ну что, Довар пойдет на мейн. Два Феникса, Оракула. Здесь у Верчажа, Титанчик стоит. Есть Гвардиан, это очень важно. Касс ждет щитов. И сейчас, как только они будут готовы, видимо, будет врыв на щитах. Вот, щиты готовы. Титанчик встал так, чтобы принимать у Верчажа. Ой-ой-ой, еще здесь, смотрите, какая штучка, ловушка. Нужно одного юнита вперед вести, а у Верчажа Марика, например, собьют. Не факт, что сработает даже стазисная ловушка. Если Касс 7 и пойдет, то может и развалиться. Не помешал. Так, Титан уже врыв сам делает в Касса, что ли? Ну, Титанчик, ну что же за контроль-то ужасный такой. Посмотрите, половина там, половина здесь взял, отдался. Ну что это такое было-то? Ну, Адептов что-то слишком много, и они вообще разваливают. Но в это время дроп на мейн от Касса. Титана пока больше лимит, но скоро может меньше стать. Здесь Касс собирается, улетает. Пилоны минус, Адепты минус. Сейчас еще Уверчажа-то некуда выставлять в итоге будет Титанчику. Вот на какой пилон нужен Уверчаж обязательно. На все пилоны от Титана ближний пошел. Здесь нужно гейтов, питание восстанавливать. Все равно по лимиту Титан впереди. Все, у рабочих у него не погибло особо. И Титанчик тащит. Да если бы он здесь Адептами идеально в армию ворвался, он просто не доконтролил иллюзию, он бы там просто разгромил бы. И на мейн бы успел сбиться. Это уже ГГ скорее всего, наверное, было бы. Но и так, у Касса не очень хорошая ситуация в игре. Сейчас получается, у него только третья ЦЦ-шка сейчас будет готова. Опять же, почему-то Касс... Что за бред-то, блин? Почему все... Уже не первый раз вижу армор первый. Почему не атака-то? Био, конечно же, атака нужна. Это, видимо, мисс Клип либо забывает, что не делал, случайно заказывает вот так вот. Вот. Ну, чисто олдскульный матч у нас сегодня, кстати. Чем интересен получается этот матч двух... Блин, на ровном месте Титанчик двух Фениксов подает сейчас. Оракула прилетает, Ревелэйшн очередной пошел. Интересен матч тем, что есть такие... Такие Титаны Старкрафта, я хотел сказать. Такие Титаны Старкрафта, как Титан. Такие мастера, бивни, динозавры, как Касс. Титанчик, как Блайк, который давно уже тоже во второй Старкрафт играет. Ну и молодые игроки, такие как Вердос, Тиран Вик, особенность, самый молодой. Хотя Вердос тоже уже в плане Старкрафта его молодым не назовешь. Он уже наиграл тоже порядочно. Ну и Ревчик, как бы... Ну Ревчик, как обычно. Не динозавр, не стар, не молот вроде как. Ревчик самое то у нас получается. Милки Као, да, 12-летний у нас стримит. Ну что, идет врыв на Адептах Титан на 4 минки. Ты что творишь-то сейчас? Если бы они вот сюда телепортнулись, это было бы просто вообще... Вьетнам голимый. Идет Титанчик вперед, Архоны танкуют, Аракулы танкуют. Минок, выманили залп, один Архончик жив. Здесь у нас есть Либератор, он выдает уже дэмэдж. Конечно, он выдает дэмэдж, а что ему еще делать? Сколько тут он дэмэдж на нем? 125-144. Титан попытался в лоб убить Кассу, у него еще не вышло. Посмотрите, какой макро у Титана великолепт. 79 пробок, четвертая база добывается. Шторм пошел. Но продавить не получается. Касс держит. И опять, посмотрите, опять армор первый. Касс чисто, блин, за то, чтобы все были в броне. Ну, без автомата, что ли, я не понял? Хороший Кассик, а как без автоматика-то, мальчики? Как они будут без второй атаки жить вообще? Ну что, Титан... Кстати, криво, Титан... Лерка, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. С Новым Годом, любимый канал. Спасибо. Спасибо, Лерка. Спасибо. Всех с наступающим. Я еще не понимаю, почему Титан не бустит вторую форжу. Вот один буст молоко. И здесь молоко. Вот сколько раз об этом речь была, что бусты нужно тратить грамотно. Здесь Касс выходит на третью. Титан не согласен, идет вперед. Есть Зилки. Есть Чарж, есть. Чарж есть уже, Адептов есть. Шторм скоро будет готов. Но Штормовики где-то сзади нужно подождать-то. И на Либераторов. Как на Либераторов-то на этих врываться? Адептов засылает Титанчик куда-то вперед. Нет, небольшую группу, чтобы отвлечь Касса войска. Но у Титана нету ничего, что здесь может выбить Либераторов. Как же ты атаковать-то будешь? Титанчик нужен Строкера обязательно. Пошел до Варп. 200 в 160 лимита. И Адепты отдались. Варп большой. Пятый Никус почти готов. АПМ какой-то там. 216-242 у Касса. Заходит. Кто заходит? Кого кикает? Кого дропает? Пошла атака. Я не понял. Это у меня, наверное, сфризануло сейчас или у кого вообще? Штормы из призмы прям пошли. Титанчик прилетает. Штормовичков привозят. Штормов только непонятно. Куда-то кидаются они эти штормы вообще. И газ развалит. Кстати, у Титана все на муви уходит. Что за... Только похвалил Титана. Макро великолепная контроль. У Титана, которым никогда у него особо-то и проблем не было. Контроль какой-то ужасный просто. Отдается просто. На муви уходит. Туда-сюда юнит. И пока весь лимит тирана на стимпаке великолепным полукругом. Все разваливает к чертовой матери, блин. Что ты делал, Титанчик, там я не понял вообще. Да варп Зилков на мейн. Пошел Титан в наглую. Прям на мейн варпит. Прям в иммортло. Тьфу, блин. Не в иммортло, простите. Конечно, их не в иммортло. В мародеров. Разваливает мародеров. По лимиту ситуация более-менее равная. Призма пытается улететь. Попробует тут улететь. Туретки. Туретки, либераторы. Одного Зилка Титанчик увез. Куда он увез? Зилок погибнет в либераторе. Фу, в либераторе. А что я несу? Какая-то Зилок погибнет в либераторе. Это уже перебор. Погибнет призма, конечно, Зилок. Здесь два оракула до сих пор живы. Иммортло, Грелки, а Титанчик. Где же грейды 3-3 делай? Бусты стоят в некусе, в никуда. Рабочих, куда ты добавляешь-то? 90 сейчас будет. Офигеть, рабочих 90 уже. Ну перебор же, блин. 88 уже. Ну ладно, 88. 9. Ну офигеть, можно. Куда-то слишком много рабов-то. Прилетает оракула Титанчика, собирается. Да вот, что ревелэйшн-то? Рабов можно было прохарасить попытаться. Но здесь то редко сейчас будет. Уже будет не прохарасить особо. Так, нет, Димага как бы вообще не играет здесь в СНГ. В СНГ Димага всегда в Венерах, как бы поэтому. Сами понимаете, Титанчик поля уже первые делает. Выдвигается вперёд по лимиту ровно. Но боевой-то Титана меньше. Какой-то пришёл-то. Вот сейчас Касс, если на стадисную ловушку попадёт, будет жёстко, кстати. Оп, хорошо. Посмотрите, заблочил часть юнитов. Часть вот сейчас. И нужно атаковать бы было бы Титану. Но в это время дроп от Кассы на Мэйн проходит. Между прочим, зелки с этим дроп не справляются. Титан идёт в лоб принимать эту армию. И примет обязательно сейчас. Правда, криво, как и у юнита заходят. Либераторы атакуют. Но Архоны плюс Сталкеры разваливают. В это время дроп до сих пор без предели. Это на Мэйне. Да, вар, зелков идёт. Ну, с этими зелками Титанчик должен отбиться. Зелков достаточно много. Но не все дерутся почему-то. Вот один где-то сзади был, блин. Он очень важен был. Там и медиваки. Энергия, конечно, у них кончается. Но у этих медиваков... Ну, там невероятный дэмэдж. Просто дроп нанёс. Здесь Титан армию всё-таки Кассу убивает. Сейчас ещё Нексус, давайте, упадёт. Да, ещё до вар прошёл зелков, этих, штормовичков. Нексус упал. Всё без Нексуса на Мэйне Титан. Но всё-таки отбился. Самое главное для Титана здесь не Нексуса. Инфраструктуру производственную не потерять. Потому что ресурсов у Титана предостаточно. У него доходы, посмотрите, 2200. Все стабильно держатся. Ну что, минус медиваки. Касс тут продолжает. Хараси, 178, 157. Чуть-чуть ФП от Касса, давайте глянем. Так, не понял, про что ты, Марлин, говоришь? Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Где стиль Касса? Все же тоже играть лучше стали. Вот тебе и стиль Касса. С стиль Касса воля тот остался. Идёт атака от Касса на Либераторах. У Титана очень много имморталов, сталкеров, плюс Архона. Но Либератор, посмотрите, как они выдают просто здесь демиджи. Невероятные какие-то. Ну, Титанчик отгоняет. Имморталов добавляет всё больше и больше. Колоссов никаких нету, ничего такого, дестабилизаторов. Здесь висят у нас, вы видите, так, Либераторы залетают сзади. Сейчас нужна подсветка на хайграунд. Летает Оракул. Вот, Стазисы постоянно попадаются, Тигря. И опять же, Касса заблочил. Титанчик здесь ревелэйш, потому что Титан выходит сюда. Нужно выбивать это войско, как-то принимать. Титан на дальнюю базу рабочих, видимо, переводит сейчас. Не знаю, на какую. Что будет в размен эти Титаны? Что Титан делает? Что-то нужно принимать где-то. Здесь нагоняет, которая расфризилась из-под стазиса войска. Три атаки уже у Титана. Идёт вперёд. Будет в размен эти. Чуть с Кассом Касс в это время контр-дроп на мейн делает. Штормы пошли по Либераторам, по всему, по всему. По Марикам попал Шторм. Ну, как-то Марики не погибли. Касс контролил, вышел из Шторма в итоге. Здесь Титанчик атакует. Падает в итоге ЦЦшка. Так, Либератор, это сбей Титанчик. Либератор Титанчик что-то долго сбивает. В итоге базу Кассу всё-таки убил. Здесь нового висит. Добычи нет. Даже если Титан сейчас вот этот будет долго отбивать. У него такой запас гигантский ресурс, что ему можно гейток где-то добавить. Вот он добавляет здесь. И переселить, а потом Кассу выбить в итоге. Ну что, нужно заходить на Хайграунд сейчас Титану. Заходят на Хайграунд. Сталкеры. Имморталы. Эти Штормовички. Шторм пошёл сейчас. Ну что, прилетают Оракулы. Начинают стрелять, сжечь. Очень жёстко. Рабочих 92. Куда Титан всё равно рабов строит. Блин, по лимиту, по боевому печально. Базу убить, всё равно рабов строит. Ну ё-моё, какие рабы Титанчик. Титанчик переселился. Касса оставляет в итоге на меню. Нужно убивать базу новенькую. Здесь, кстати, планетарка. Зря как-то ошибка, что планетарка-орбиталка хоть может полететь. А куда денется планетарка от этих убивцев и морков, которых 6 штук здесь ходит. 65 дэмэджа каждый. За атаку будешь 3 атаки сейчас. Нинус СЦ-шка. 160. Так. А по лимиту-то у кассы, блин, всё нормально по боевому. Рабочих падает. У Титана много. Посмотрите, какой запас. Гейтов много. Нужен варп. Запас просто невероятный какой-то по ресурсам. Нужно отбить хоть вот здесь. Вот я не знаю. Чё Титан не пытается отбиться-то? Касса СЦ-шка уже перевёл. Нет, не с мейна какую-то. Орбиталочку перевёл. Начал добывать. Здесь у нас в итоге падают ещё важные сборки. Здания ключевые. Шермиков в итоге будут не построить. Подходит Титанчик. Штормы по Либераторам. Пошли хорошие штормы. Так, всё. Либераторы минус. Нужно заходить, убивать. Шермиков не сливает. Вархонов Титан предпочитает. Убить? Куда ты там? Ё-моё. Либераторы стреляют. Титан, куда ты там атакуешь? Сталкер. Посмотрите, сколько дэмэджа эти Либераторы нанесли. Просто нереальный какой-то дэмэдж. Всё-таки Титанчик отбился. Всё-таки экономика хорошая. 2 100 на 2 800 по ресурсам. Уже 8 гейтов отстроил. Все они работают. Варпы идут. Сейчас Призмой, возможно, на мейн будет врываться. Но Каста тоже пока не сдаётся. У Каста лимита боевого всё ещё больше, чем у Титана. На тридцах. Вот что самое поразительное. И при этом Каст дропается. Не забывает он про то, что нужно как-то просто напрягать. Иначе плохо может встать. Где Призма Титанчика, кстати? Что-то Призма висит. Ничего не делает. Дропчик пошёл на Нексус новый. И сейчас парабам. Посмотрите, у Титана не так уж всё прям хорошо. Нужен варп куда-то рядом. Здесь Титан идёт. И что он идёт-то сюда? Сейчас Титан отдастся. Просто в лоб Каста тащит эту игру. Титан сейчас возьмёт такую... Проиграет игру просто жёсткую. Всю игру вёл. Там просто невероятное количество. Преимущество было по базам, по всему. Сейчас Терновички, Зилки в Призме сидят. Нужно привезти сюда. Нужно заштормить всё нафиг. Шторм пошёл от Титанчика. Ещё шторм. Зилки прыгают на чаже. Один Медивак погиб. Но только один. Второй лечит. Здесь Довар Зилков плюс Архон. 174, 153. Нет, Титан проигрывать пока не собирается. Минус всё-таки Медиваки. Отсюда юнита Касса не идут. Это важно. Хараса больше не будет. Ну что, справился. Справился у нас Титанчик. Молодец. Нексусы восстанавливает. Здесь три гейта выжила. Касс копит лимит. Мышку 3-2 гридей. Всё равно у Касса на армор больше. Вот тут, знаете. Всё на армор больше. Титана 3-2-1. Больше, больше нету. Ничего не происходит. Так, Марлин, что там за видео такие? Так, нет, такие не надо кидать штуки. Я думаю, что он что-нибудь пригорит. Вот. Ну что, принципиальный бой Титанчика и Касса. Очень, очень сильная игра идёт. Очень жёсткая макро. Здесь есть Медивак. Здесь тремя, тремя, точнее есть Призма. Тремя Медиваками Касс прилетает. Может, Нексус отменить. Титанчик долго реагирует. Нужно блинкнуться с толкерами наверх. Я не знаю, что-то сделает же Титан. Сейчас Нексус потеряешь. 10 проб уже минус. Одновременно выход от Кассы. Идёт очень много Либераторов в этом выходе. Только сейчас боевые лимиты становятся одинаковыми Титана с Кассом. Касс видит, что Титан рядом. Либераторы раскладываются. Шторм по Либераторам. Нужно уйти Титану из рейнджа. Конечно же, атаки этих Либераторов. И принимать бой. Там юнит уже держать, наверное, не стоит. Ой, какие демиджи Касс наносит боевого. Титана сейчас больше стало, чем у Касс, наверное, впервые за последнее время в этой игре. Здесь врывается дроп. Титан готов к этому дропу. Привёл сюда всю основную армию. Дроп не получился у Касса. Касс вычищает пространство, чтобы ЦЦшечку новую занять. Пользователь прося сактивировал премиум на ваш канал. Спасибо. Здесь выманивает, выманивает Касс Титанчика сюда. Титанчик выманился. Пошёл вперёд. Либератор минусует сбоку. Там заходишь. Сейчас Талкеров. Всё, что стоишь. Титанчик, иди вперёд. Вот, ё-моё, Био-то кто будет выбивать? Либераторов-то выбил. А Био сколько? Ну, здесь сзади ЧЦшечки подходят. У них энергии на шторм нет. Вот где печаль сейчас. И беда. Касс развалил, кстати, Титана здесь. И опять же, боевой лимит. Касс даже немножко больше. Но запас по ресурсам у Титана выше. У него ресурсов больше. Так, Либератор один есть. Уже аккуратнее быть с Либератором. Вот у ЧЦшечков энергия, наконец-то, на шторм накопилась у трёх штук. Титан агрессивно блинкается. Два медивака забирает. Дема же с тремя атаками у Сталкера. Много, очень много. Сейчас бой не очень удачный был от кассы в итоге. Дистанс майнинг пошёл. И всё-таки с горем пополам. Но Титан переломил ситуацию в этой игре. Он там 10 штормяков варпится. Это Архончики, видимо, будет. Куда ли? Там 10 не собирается сливать чисто. Ну, хотя это эффективно, когда хочешь в такой глухой обороне сидеть. Чтобы шторм был бесконечный. Как вот в стиле Ликвид Хира ещё в воле как играл. Всё-таки не вол. Здесь немножко по-другому всё. Ну, у кассы, кстати, нету... То есть у Титан в чём прав? У касса нету и МП. Никто энергию штормов этих забрать просто не может. И такое количество штормов контрит касса армию. Нафиг. Здесь новейшие мулы полетели на новую базу. Касс собирается минеральщиков немножечко подкачать. Сейчас мулы начнут добывать. Сразу добыча повысится серьёзно. Очень серьёзно повысится. Так, ну что, до варп пошёл от Титанщика. Касс пилончик не выбил, варп не сбил. Да и не сбил бы тут ещё пилоны рядом есть. Третий армор Титан заказа где-то форжу восстанавливает. Вот она, форжа. Ну всё, 200 Титана практически на 120 касса. И теперь уже, кажется, переломить не получится, наверное, кассу. Очень жёсткие миксы. Морталы, Архоны. Посмотрите, потери какие в этой игре давайте. Ой-ой-ой, посмотрите, насколько Титан больше потерял. И всё равно выиграет 48 тысяч на 33 тысячи. Но экономика у Титана просто зверская была. Посмотрите, 93 зелка почти как Мариков, блин. Как Мародёров. 8 Мортлых, Адептов 33. Архонов 10. 20 фиштормовиков. Просто гигантские какие-то потери. Ну, Титан заходит под последнюю базу касса. Штормовички очень неплохой. Шторм выдают сейчас. Ну, Либераторы всё ещё живы. Марлин, ну как же так? Штормы пошли по Мародёрам, по Марикам. Титан всё зашли. ГГ пишет Касс. Касс понял, что Шторма хватит на всех. На каждого Марика лично. Штормовик кинуть. Шторм может у Титана. И пишет ГГ, ребятки. 1-0 в пользу. Команда Протсов. Тиран Вик, видимо. Вирдос сейчас будет. Команда Протсов. Ну что же, ребят. Сейчас будет чем-то даже, может, более интересным матч, чем этот. Хотя для многих куда интереснее. Мы любим. Так. Прошу прощения, тут попёрла реклама. Меня тоже. Вот. Молодые игроки будут играть. Вирдос против Тиран Вика. Это будет прикольно. Очень даже прикольно. Ну, мы здесь. Можно попытаться... Да, я вижу, что неотключаемое. Яснить, передать. Бесполезно. Это люди. Природа. Ничего себе такое-то. Воздух. Характер. Мы здесь. Всё. Принципиально. Просто не отключаем ничего. Титан будет. Конечно, Титан. Вы что? Ещё Титан будет играть точно с Тиран Виком. И ещё Титан будет играть с Зергами. Вы что, ребят. И Титан, и Каз. Не, Каз будет ещё здесь. Потом, может, только один останется. Матч. Ещё будет... Вы что, ребятки? Ещё битва будет жаркая. Так что, не расходитесь. Вы о чём говорите? Не всем за поддержку в очередной раз. Спасибо большое, ребят. Очень приятно. Так. Панишер. Это турнир. Это шоу-матчи. Турнир. Призовой. 47 900 уже. Вы что, блин? Шоу-матчи. Так, призовой всё-таки на 3 места решили распределить в итоге. Ну, правильно, чтобы никто не расстраивался. То есть, за первое место 24 почти, 14, 377 за второе, 9 500 за третье. Ну, в общем, будет нет. У вердоса Тиранвик был заблочен. Нет, Хэппи не будет. Я уже говорил, почему Хэппи не будет. Потому что Хэппи отказался играть Архон Мод. Вот, но по системе турнира Архот Мод был. Поэтому. Ну, решили на Тиранвика заменить. Тут ничего не поделаешь. Хэппи тоже можно понять. Ну, не хочет, так не хочет. Ничего тут не поделаешь с этим. Так, протокол у нас карта. Центральный протокол. Как бы. Как бы центральный протокол. Создаю я карту. С модом ИВЦС Геймхард. Большой босс против вердоса. Вердос на каком-то аккаунте. Первый. С наступающим. Циркумфлекс, циркумфлекс. Спасибо, Икс ГНК. Очень приятно. Саньки за организацию турнира. Так. Ладно, потом глянем. Не знаю, там аккаунт вердоса в ГМЛ еще или нет. Там на первом ли месте он или нет. Поехали, ребятки. Поехали. Сейчас будет жарко. Голосуем. Голосовалочка запилена, ребята. Ну что же. Мне даже прямо интересно посмотреть на АПМ этих игроков. Давайте чуть-чуть ФП посмотрим. Наслаждаемся, как вердос перекликивает. Посмотрите, у вердоса просто. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 500. Как бы. 500. Так, эффективный кой мерится. Эффективного 95. 96 у Тиранвик вообще 57. Но. Ну что, 90 из 500. Нормально, что ли. Да, Санька, завтра Новый год. 2016. Нет. Завтра 31. А наступит-то он уже. Включается послезавтра. Ну, уже очень скоро. Завтра постараюсь постримить ФП или что-нибудь, ребят. Я не знаю. Но не уверен, что там будет вечером. Ну, то есть днем и ближе к вечеру постримлю. Потом даже ХЗ что будет. Разберемся по ходу дела. Да, если что, есть твича канал, как бы дублированный. Поэтому можете на твич идти, если что-то косячно работают. Спасибо, ребят, еще раз всем за поддержку. АПМчик немножко снижается. Понемножечку снижается АПМчик. Вот уже и на вебку сейчас будет скоро. Хотя не, на вебку уже есть. Ну что, давайте игру смотреть, а не АПМ. КСМочка приезжает сюда, посмотрите. Видит Нексус, Теренвик. Увердоса, Мазерфор уже готов. Строится адепт. Нексус не самый ранний. То есть это Нексус не до кибернетки даже получается. Да, ОВД, нет, не картоха жарится, варится. Ну, овощи варятся. Салатики нужно делать, чё блин. Чё-то и завтра кушать надо, да и Новый год же как бы скоро уже. Так что вот так вот. Понемножечку, всё-таки, ну сами понимаете, у многих, наверное, тоже понемножечку кипиш этот начинается. Ну что, посмотрите, что Овердос делает. Интересное решение, элегантное, я бы сказал. Здесь Дистанц Майнинг. Точнее Дистанц Майнинг, перевод пробочек от Овердоса пошёл. Урабам 2826 его пользу. Видит, только косячит с заказом пробок иногда, Овердос, как сейчас, например. Может, в ущерб Оракулу, просто он не хотел, чтобы это всё было. В это время Адепт тут харасит. Теранвик принимает Адепта первого. Он ничего не убил. А, Мулу убила. Ну, Мулу тоже неплохо. Но Мулу там полудохлый был, так что... Гигантского преимущества Овердос здесь не получит от этого. Адептик ещё идёт. Оракул сейчас полетит убивать рабов уже. И, кстати, Теранвик не готов абсолютно к этому. Мариков, он держит по центру. Берр 331 поддержал ваш канал на сумму 323 рубля ровно. Пами вышел из минусов. Это нужно отметить. Теперь на хороший ремонт. Всех с Новым Годом. Спасибо, Берр 331 тебе очень большое. Так. Ну что, Оракулек. Один, номер два. А что же Теранвик? Есть... Ну, вот смотрите, Циклон. Ты из такого юнита строишь, он должен стоять там, где к тебе врывается. Оракулы врываются. Циклон в итоге не готов. Нужно захватывать. Захватывает одного из Оракулов Церанвик. И это минус один Оракул. Пять КСМ-ок, Мердос убил. Не такое уж большое количество рабочих наубивал. Но сейчас ещё не вечер, ещё будет продолжаться Харас этот. Прилетел Вердос. Два ещё КСМ-минус. Но Теранвик держится. Теранвик готов Оракулов встречать. А на второй-то базе вообще ничего нету. Ё-моё. Прошо Вердос не знает. Приводит Циклона туда. Понял, что... Слайс 69. И ещё пять тысяч турнир. Пятьдесят одна тысяча девятьсот уже призывается. Слайс, что творишь? Пятнашка уходит просто на турнир. Красавчик просто. Просто красавчик. Ну что, минус Оракул? Нет, не минус Оракул. Ну, Циклон здесь хорошо всех берёт в рейндж. В захватство. И ничего не даёт сделать Вердосу Оракулами. В итоге Харас... Опа, здесь Либератор прилетел. Реакция от Вердоса мгновенная. Рабочих ни одного не погибло. Отслайд. Тебе от всех респект. Конечно же. Так, тебе кажется, что кто по пять к кидать, взломали чью-то карту? Не думаю, что так. Но если так, то я надеюсь, это карта того гуся, который мне гусей ставил на Дингит. Как-то вычислил меня по IP там, я не знаю или как. Вот. И мне было не постримить нормально. Все вы видели эту сегодня не очень прикольную историю. Вот. Ну ничего не поделаешь. Ну здесь, знаете, ксмки подставляют. Третья ццшка ксмок. Они не сюда носят, а вот так вот. И вне рейнджа туретки все это получается. Вот. Кто такой слайд? Он в чатике сидит, а донатит за то, что Старкрафт. Видимо, смотрит сам кого-то. Так, Либератором тут пытался Оракулу убить Теранвик. Не так просто это оказалось делать. Ну по лимиту его уже больше, чем Вирдоса. Брать внимание, резонирующий глеф его Вирдоса. Третий нексус. Есть колосс один. Есть рейндж колосса, мы адептики. Колосса адепты от Вирдоса, что ли? Терана третья ццшка. Она медленно перелетает сейчас. Медленно перелетает. Хороший бизнес, да. То есть там только процентов десяточка организатору. Кстати, организатору идет, 10% идет гудгейму, 10% организатору турнира. То есть, Санька, ты на следующее, если что-то будешь делать, сможешь применить, естественно, ту десятку. Потому что она уже по факту после турниров перечисляется организатором, сколько я понимаю. Или там сразу отказываться можно, по-моему, тоже. Короче, не знаю. Сами разберетесь. Какая моя любимая карта, текущую маппулу? Мне сложно сказать, я не так много поиграл. А-а-а, ты понял тебя, понял, Старик играет. Ну что, поздравляю, он в Милки Коул у нас есть уже 12 лет. Не твой сын, случайно. Мастер лига. Лучше Старик играть. А, организатор шоу-матч. А, не ставил галку. Все понял. Ребят, давайте по игре. Спасибо тебе, Слай, еще раз. Сыну твоему успехов желаю. Естественно, Старкрафт не просто нужно терпение там. И пусть оно будет. Ну и всех с наступающим. Вирдос копится рядом с оппонентом. Сами, ну, посмотрите, на лимиты. Копится-то, Вирдос копится, но боевые одинаковые, посмотрите, на рабочих. Не знаю, почему Протос столько, сколько у Тирана, по идее, должно быть. А у Тирана-то и нет. Такое количество рабочих, но Тиран Вик выходит. Смотрите, Вирдос его просто берет и разваливает за счет боевого лимитка. Ошибка ужасная. Тиран Вик куда-то пошел. Танки поднимаются. Танки вообще не участвуют в бою. Колоссы, хоть и по-лотовски не сильно, но жгут. Лимит, а Вирдосу больше становится. 45-73 по-боевому. Разваливает Тиран Вика. На третий байк сейчас проблем можно быть. Нужно под бункер уйти сейчас. Билды пошли. Что-то печально все у Тиран Вика. Покидает игру. Вирдос затащил, ребятки. Вирдос молодец. Ну что, так я понимаю, что Касс сейчас против Вирдоса будет биться, наверное. Или Тиран Вик, я не знаю, против кого. Ну что, молодец. Казалось бы, да, проигрывал Вирдос всю игру. Экономика слабее. Все слабее, но просто одна ошибка от Тиран Вика пошел вперед. Принят был на муве. И все. Минус Тиран Вик. Так, ребят, спасибо за то, что так часто приходится менять эти цифры. Так, ребят, спасибо за то, что так часто приходится. Слушайте, Тиран Вик против Титанчика будет биться. Так, что за сумма после плюс? Ты еще дупал 1797 и плюс 7200. Что такое? Это то, что не через ГГ. Система уйдет на Яндексах, там на Киви есть как бы. Вот. Это все я туда плюсую. Так, АПМ показать. Кани. Фига сел, Вирдос. 419 средний. Пианист, е-мое. Почему мы любим? Почему мы здесь? Действительно, почему мы здесь? Почему мы здесь, ребят, действительно? Можно попытаться найти слова. Так, сейчас закрою. Все, ребят, закантрил все-таки. Так, ждем. Создаю орбитальную верфь. Титанчик против Теранвика будет сейчас биться. Сейчас я посмотрю, да. Там какой-то... О, Блай, пятнадцатое место. Смотрите, тоже в ГМЛ. Нет, все, Вирдос, вот кто-то из этих бар-кодов. А вот он на пятом месте сейчас стал. Попроигрывал. Сегодня Снут на первое вышел. Банни, посмотрите. Ликвиды тащат Багунфу Банда. Из наших кто здесь? Ну, типа где-то здесь Вирдос. Остальные бар-коды я не знаю. Блай на пятнадцатом второй, кто с никнеймом реальным, у нас здесь есть. Лева пишет, что Вирдос тринадцатый. Так, на сайте было написано, что Вирдос первый с тем бар-кодом на каком-то... Сейчас, подождите, посмотрю. А, вот тринадцатая, да, понял. Все, прошу прощения с задержку у игроков. Поехали. Голосуем в голосовалочке, потом озвучу. Кто победит? Титанчик против большого босса, он же Теранвик. А остается в этом... В этом... Рейс Вори, фактически, Теранов с протцами у нас остается матч Титанчика с Теранвиком. Потом Касс будет биться с Вирдосом. Между прочим, посмотрим, у кого теперь сильные юниты у Касса или у Вирдоса. И потом Архот Молот будет, Касс Теранвик против Титана и Вирдоса. Ну, что я могу сказать? На самом деле, пора Теранам тащить, так как они проиграли зергам 2-3, и им нужно брать как можно больше карт, чтобы не на последнем месте остаться. Потому что дальше будет уже от Теранов ничего не зависеть после вот этого, когда Тераны с протцами отыграют, уже протцы будут с зергами играть, и это-то всё и решит в итоге, кто больше карт возьмёт. Уже, ТЦ-шечка пошла. Теранвика, Титанчик уходит. Можно рабочую, кстати, да, заблощить здесь, но так, получается, заблощить-то заблощить, сейчас КСМ-ку напилить здесь Титан Теранвику. Кстати, можно допилить, было вот это, ты чё, Титанчик? Ё-моё, можно фокуснуть было бы. Но Титан не стал фокусить зря. Тут ХП-то осталось 15 на 3 удара фактически. Ивамарика заказаны. Вот, пожалуйста, блин. Ну что за ошибки, Теранвик? Пришёл Титанчик, спилил просто КСМ-ку. Ну, как так? Так, минус пробка. ЦЦ-шечка морфится в орбиталку на второй базе. Твайлайт на мэне. Твайлайт на мэне у Титанчика. Резонирующие глефы. Нет, не резонирующие глефы, посмотрите. Ну что же, Титан готовится встречать. Здесь же какое-то... Да, здесь какая-то агрессия будет, видимо. С минками, может, с Танчиком, не знаю. Или как... А, нет, или, наверное, Циклон здесь будет для того, чтобы Харас каких-нибудь Оракулов принимать и тому подобных юнитов. Призмы какие-нибудь упустите, не знаю, если будет врыв. Да, Циклон строит Теранвик. Старпорт делается. Что будет там на Старпорте, пока непонятно. Может, Циклон куда-то поехал. Хочет Теранвик, видимо, поймать Адепта. Может быть, даже нагонят. Нет, дальше решил не ехать. Думал, что Адепт близко, если то найдет, его уничтожит. Третий, нет, Титанчик уже, блин, делается. Почти готов. Три гейта открываются, гейты. Нету роба, вот где печаль. То есть, минки нечем обнаружить. Но здесь минок и не будет. Здесь танк, там Либератор у Теранвика. И стиль, опять же, со сверхпоздним стимпаком получается. То есть, третья ЦЦшка пораньше. Ну, зато, с другой стороны, ЦЦшечка пораньше третья. Тоже очень хорошо. Экономика у Теранвика достаточно сильная будет. Он всегда уже не раз демонстрировал, что по экономике у него вообще всегда все хорошо обычно. Но Титан с Кассом продемонстрировал, что он тоже макро-мозор какой-то, но косяки в контроле хватает. Хватает косяков армии там. Ну и не только. Так, залетает Либератор. Титан никак не реагирует. Тут подвёл Сталкеров. Ну, уже нет смысла уводить этого Либератора. Одного Сталкера убил, одному дэмэдж нанёс. Ну, как бы, поля-то он восстановит, поэтому не страшно было сейчас это для Теранвика. Так, здесь у нас две лабы. Сейчас стимпак, щиты будут заказаны. Танки разложат Теранвик и будет уже на третью выходить базу. Пришёл, так, пришёл, опять сюда пришёл товарищ адепт. Циклон стоит на второй базе, там где-то глубоко. Так, ну нахрена? А чё Титан дальше-то пропустил бы, разведывал бы, что здесь происходит? Не стал Теран дальше врываться. СЦ-шка на третью вылетает. Здесь у нас инженерочка одна. С такой экономикой можно и с двух грейды было бы делать Теранвику. Но пока не спешит он с этим делом. АПМчик. Су-92-78. Титан, посмотрим, как играет немножечко. Слава Галаамам! Я здесь, среди теней. Так. Славь 69. Вижу про тебя. Да, помню, конечно, твоего сына. Ну, будет, если время поиграет, конечно же. На Киви 200 рублей приходит. Спасибо, ребят, за Киви. За поддержку. Пробиваете танчик в это время камня. Пользователь Чарлик активировал премиум на ваш канал. Чарлик. Чарлик надеял на кресле. Там лежит, что научился пользоваться телефоном. Спасибо тебе, Чарлик. Ну что, танчики здесь на хайграунде. Старкрафт поднимается с колен. Даже Чарлик смотрит Старкрафт. Ну что, Тиран Вик берет танки. И он что-то подобное игре с Вирдосом делает сейчас какой-то выход. А не отдастся ли сейчас Тиран Вик? Вот что я боюсь. Опять. Пять бараков работает. Плюс атака готова. Стимпак готов. Фугасы тоже сейчас будут готовы. И щиты Мариком, естественно, готовы. Приходит Тиран Вик. Пять танков у него будет в атаке. У Титанчика два Иммортала есть. Но не так уж много, я бы сказал. Танки дропаются. Один на муве где-то там въездил. Так. Что-то загружает часть юнитов. Тиран Вик выгружает в итоге. Сганит, видит где Титан. Сразу же минус иллюзия. Нужно Архона убить. Он сплэшем выдает дэмэдж. В танке Титан блинкается с толкерами. Архончик сверху неплохой дэмэдж выдает. Танки Титан не получилось. Все убить по лимиту. Тиран Вик в плюсе. На фокусе всех ключевых юнитов забрал. Тиран Вик законтролил танк сейчас. Танк жив до сих пор. Великолепный контроль. А Тиран 5600 на 2400 по потерям. То есть Тиран Вик в абсолютный плюс подрался. В абсолютнейший плюс. У Титана сколько рабочих? 82. Две пробки на 4 базы в Лотве. Ну куда столько много-то? Абсолютная противоположность Вирдосу. Обратите внимание. Да, в той игре у Тирана было 69. Вирдос на 50 сидел в пробках. Или там 59. У Тирана у Вирдоса 47. Как-то так. Но он выиграл чисто за счет армии. За счет контроля. За счет основной битвы. Титан же проигрывает битву. Но по экономике он в плюсе. Причем серьезно. 97-144. Я так чувствую, что Тиран Вик уже дожмет скорее. Все Титанчик это. Пытается сталкера до танков дойти. Все-таки фокуснул Титан танк. Но что это ему дает? Это ему особо ничего не дает. Четвертый Нексус. Тиран Вик сейчас обнаружит. Четвертый Нексус. Тиран Вик сейчас убьет. Абсолютно точно. Тут очень много юнитов. Смотрите сколько мародеров. Нексус падает моментально. Почти Титана 2-2 заказан. Но 2-2-то ему не спасет сейчас. Кропки уже в атаку пошли. От Титанчика Фэ пишет Титан. Ну что же. Одну отыгрывают игру. У нас Тираны. В лице Тиран Вика. Ну что же. Каз против Вердоса. Поехали. Не имеет ли нейтральное создание смысла убивать? Может, они мешают? Можно, конечно. Но они обычно не мешают. Тиран Вика. Продолжение следует... Раз уж поперло, с наступающим, помей, спасибо за стримы, всего наилучшего тебе и семье Спасибо, Крисис, тебе большое, очень приятно, тебе тоже с наступающим и всех с наступающим Всем удачи в новом году, надеюсь, как минимум он будет не хуже предыдущего этого Кстати, да, Андрюха Аспирант там монтирует поздравления от всех-всех-всех, кто скинул Я там скинул, но я такую байду сейчас в нем снял, сам сейчас вот мама дома Позже стрим закончу, чуть-чуть получше сниму Спасибо большое всем, ребят, за поддержку Просто невероятно цикли приходится менять Ну так-то прибыло, 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 так, все, я что-то втыкаю, пока вот благодарю Террасы Приона у нас карты И обычная прям карта Так, КАС против Вирдоса Ну что там создается? Привет, Джек Тебя давно не видел Так А что повисло-то? Так Всех зову в игру Ну что, КАС против Вирдоса Старая дуэль Сами помните, что у КАСа юниты сильные Но, может быть, все-таки в Лотве что-то изменилось И, может быть, у Вирдоса теперь посильнее они будут И без назначения стоя И, может быть, все-таки, все-таки республики Ooh и есть Маленькая И малая Девять Маленько Голосовалочка оперативная от Илюхи, спасибо за красивую игру, как обычно, вы можете сами результат смотреть, за вердоса больше голосует, что он победит, естественно. Так, всё, я здесь, ребят. Ну что, ПМщик заценим? Что-то подспал, не 500, а 440. Так, МС Крейчо, как долго ещё стримить будем? Сегодня буду до конца стримить здесь у нас Протсы против тиранов, остаётся вот эта игра Вирдос против Каса, далее у нас будет Архон ещё здесь, а потом Протсы будет против Зергов биться, Вирдоса Титан против Ревы и Блая. И всё это я буду стримить, но после этого я думаю, что закруглюсь, потому что стримить больше нечего особо. Не знаю, может ФПшки маленько катнул, хотя не уверен насчёт ФПшки, ребят, не буду вам обещать. ФПшки. Ну что же, такой БУ-3 что-то я в заблуждение вожу. БУ-1, конечно же, у нас здесь. Ну посмотрим насчёт ФПшки, не знаю, во сколько кончится здесь. Посмотрим вот это вот всё, мероприятие уже просто до 10 часов может кончится в 12-й бы какие-то АФПшки. А может быть и нет, тогда, может быть, действительно сыграю. Так, Мазеркорчик готов, вылетаетесь, Мазеркор. На патруле Рипера отгоняет сейчас. Старгейт на мэйне впилен. Не видит этого, естественно, КАС. Адепт идёт от Вирдоса вперёд. Так, Чалик, ты здесь уже? А вот и Чалик пришёл, из-под стула смотрит стрим на премиум на своём и рычит на тех, кто взрывает на улице что-то. Так, пилончик тут, смотрите, стреляет. КАС, КАС, ты чё делаешь-то? Что это было? Убился об стену называется. Пошёл медведь по лесу, видит машина горит, сел и сгорел. Не перестаю я повторять этот анекдот старый. Так же и Рипер сейчас примерно от КАСа прилетел, отдал. Ну, кстати, Парабам, Вирдос просто всегда должен быть впереди, но он что с Титан, что с Тиранвиком не был впереди, что с КАСом. Но, тем не менее, это не значит, что у него всё плохо. У него строится по три адепта сейчас из трёх гейтов. У него строится Оракул. И, кстати, это Оракул номер два. И это, видим, какая-то агрессия такая интересная будет от Вирдоса. Вот они готовы. Оба сейчас полетят вперёд. Летят Оракулы. Смотрим, что у КАСа. У КАСа туретка на второй. На мэне несколько мариков. У него два циклона даже. У него циклонов просто невероятно много. Короче, Оракулы вообще здесь ничего сделать не смогут, скорее всего. Залетая от Вирдоса. Циклона пытается минуснуть Оракулы. Ну, минуснёшь ты циклона Оракулы. Но рабочих-то не минуснёшь в итоге. Плюс один из Оракулы погиб. Здесь на бункер один попал. Поля снялись. Нужно поля теперь регенить. Энергию регенить. Потому что тридцать. Один раз врубил атаку и всё. Там пять энергий осталось. Несколько секунд буквально сможешь пострелять. Сорок один тридцать девять по рабам. Адепты есть. Адепты идут вперёд. Их много, кстати, игры адептов. Есть твайлайт. Почему так поздно резон... Так. Ну, резонирующие глефы пошли. Но как-то поздно. Вирдос их заказывает. У меня такое ощущение. Будет ли он врываться сейчас в кассу. Кстати, у кассы вообще особо юнитов-то нету. Тут адепты могут разорвать просто этих мариков. Касса заходит сюда. Касса вообще не реагирует. Смотрите. Как они их просто разрывают. Ну, что-то дэмэдж, правда, у одного марика захочет. Нелепо как-то. Начинают рабочих убивать. Здесь циклон есть один. Надо на халде здесь, конечно же, харасить Вирдосу. Вон, минус мул, минус рабов несколько. Нужно иллюзии послать куда-то, чтобы... Так. Мариков не получается вкуснуть. Отступает с адептиками сами. Мула новейшего подрезает. Чё, КСМ-ку подрезает? Ну, да. Поубивал рабочих. Семь штук убил мулов. По лимиту всё равно ровно примерно. Согласен, Уэлл. КСМ-ку не нужно много. И у него не всё равно сильные. Конечно, какие-то машины ездят просто невероятные. Ракетами стреляют. Танки сплэшем какие-то штуками бомбят. Юниты сильнейшие просто. Но адепты пришли сейчас. И всё равно смогли нанести дэмэдж. Гейтов Вирдос добавляют. Раз, два, три, четыре, пять. Прямо здесь добавляются. Плюс три на мэне. Восемь будет в итоге этих гейтов. Так, оракулы летают. Оракулы продолжают хасть. Минус танк Вирдос на хайграунде. Танк забирает сейчас. Слушай, неплохо. Ну что, будет сейчас наламываться какой-нибудь Вирдос? Ну, сюда, наверное, уже он точно заходить не будет. У Каса, между прочим, и ЦЦшки-то третьей нету. То есть он с двух бас сейчас по немножечку копится. И я так понимаю, Кас хочет какой-то выход сделать. Хороший сейчас против Вирдоса. Что из этого выйдет, не знаю. Но если Кас хочет это делать, ему нужно быстрее делать. Потому что уже золото начало добываться. Уже восемь гейтов. Сейчас очень много юнитов варбует. Он варжу Вирдос добавляет. Все это время он без гейдов бьется. Только потом гейды пойдут. Ну что, Оракулы тут врываются. Это Вирдос очень... Блин, как контролит этот Вирдос очень хорошо. Видно, что да. Видно, что тренится много влияния. Корей, наверное, какой-то. То есть, видите, Оракулов не теряет. Прилетел. То есть, именно корейская такая тема. Не пытается он залететь. Видите, много рабочих убить. Слив Оракулов. Он просто их не сливает. И по чуть-чуть там сейчас залетел, еще залетел. Кас везде все перекрыть не может. И в итоге демаж-то наносится. Ревелэйшн пошел на бункер. Ну а что бункер? Бункер продан, все. Ревелэйшн продан. Тоже. Выход от Кас идет серьезный выход. Лимит боевого одинаково. Практически. Но здесь адепты по грейдам 0-0. Вот если бы Кас грамотнее билд свой исполнял, он бы мог еще грейдов сделать, как мне кажется, побольше. Так. Сталки здесь есть. Танки дропаются. Стимпачится Кас. Вот танки. Вирдос попадает. Ой, какой демаж там Кас нанес. Вирдосу. Нужно забирать все и лететь вперед еще дальше. По боевому все еще вровень ситуация. Так. Два медивака. Вот два-то еще делать. Танки вперед. Так. Стимпачится Кас. Простите. Под танки отходит. Вирдосу очень много сталкеров. Адепты есть. Но адепт не так много. Танки без Сиджа почему-то. Почему танки без Сиджа? Исключительно агрессивные блинки от Вирдоса. Все под гвардином. Демаджи минимум наносят. Марика мародеры. И Вирдос выигрывает. Каса. И выиграл он тиран Вика. ГГ пишет. Кас. Надежда для тиранов на архон мод. Но. Первое место уже навряд ли тираны смогут занять. Скорее всего. Так как. Ну понимаете. По картам не ахти ситуация. Ну тут видно конечно что у Вирдоса уровень очень хороший. Посерьезнее Касовского на данный момент. Так. Джори. 500 рублей на Яндекс приходит. Джори сообщает что Латвия тоже смотрит. Помнит. Спасибо Джори. В Латвию конечно привет тоже. Соседи. Как никак. Так. Играет. И играет. так. Ирой тоже здесь. С real. Bloody. week ya. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Спасибо за Яндекс, ребятки Кстати, кто-то днем 3000 мне на Яндекс скидывал, говорил, что только в записях смотрят воды Но контакта не оставил Вот этот вод будет на Ютубе по-любому, так что, если услышишь, пиши контакт какой-нибудь, чтобы... Если вопросы по водам есть какие-то, спасибо из Беларуси, к сожалению, получается смотреть только воды, дай знать, если будешь ходить с Ютуба канала ГГ Нет, пока никуда не собираюсь уходить, канал у нас общий, но все нормально Так, я не понял, как Рева считает, тут, не знаю, если по картам считаться будет, рассудите меня То есть, если по картам считается результат, то тогда получается, что у Зергов три карты на данный момент выиграно Экстратэстрил поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно Желаю Пами, его помощникам, а также всем присутствующим на стриме зрителям здоровья, счастья и всяческих успехов в новом 2016 году Спасибо, Экстратэстрил, очень приятно Что-то Рева на ходу какую-то систему придумывает, по-моему До этого была речь про другую систему, теперь уже какая-то новая система пошла А зачем там вообще карты? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, Спиритолог Короче, я не знаю, система просто не написана в турнире Вчера я и с Санькой говорил, речь была про карты Но, с одной стороны, логично, что тираны проиграли и Зергам, и Процсам, они могут проиграть Но если бы брались в расчет карты, то тогда бы теоретически, проиграв Зерги полностью, то они могли бы, ну, а кстати, например, если Зерги выиграли Тиранов и проиграли Процсам, например, в ноль, причем как бы, то есть, тогда карты и должны как раз решаться Все это не понимают, ну, то есть, а как они могут, ну, не решаться Ну, хотя да, по идее, как тоже тираны уже проиграли и Процсам, и Зергам, а Зерги только Процсам теперь могут проиграть, поэтому тут такое дело Такое дело Так, секундочку Пользователь Критиас активировал премиум на ваш канал Такое дело Секундочку Так, да не-не-не-не, кто там ничего не начинает мощнить, просто, просто система вообще не расписана в турнире, например, призовой, 51 тысяча рублей, система не расписана То есть, можно как угодно, как бы сейчас говорить, можно, может карты влиять будут, может не будут То есть, да, с одной стороны, логично, что Тираны проиграли уже, вот, всем, как бы, и они, по идее, должны третье занять по матчам Ну, с другой стороны, по картам они могут быть плюсы еще, если Зерги и Процсам вообще в ноль проиграют Ну что, поехали, начинаем Привет, Hyperdigital XU Всем привет, спасибо за поддержку, еще раз Так, тексты нужно менять, все, опять Погнать, рот играем Конечно, да, логичнее то, что по матчам в итоге считать Игра приостановлена Игра возобновлена Ну что, голосовалочка пошла Ребятки, я быстренько перепустил тут Очень быстренько Прошу прощения, а то Не ел давно очень Поддержку всем еще раз спасибо, я говорю Спасибо, Санька, всем привет Когда ВЦС уже после Нового года будет 7-8 числа начинается GSL, QDA и Star League Ну, я думаю, что должны игроки на связи быть Скайпе должны созвониться Я в этом не уверен Но я думаю, что да А как еще Друг с другом контактировать А может быть и вообще Может и без связи Здесь как бы Не сверхсерьезно все Поэтому я даже не знаю Не знаю, кто у Титана Вердоса за что отвечает Но опять же, у Вердоса, конечно, надо за микро, наверное, отвечать А Титану за макро Потому что макро у Титана невероятно Но это так кажется, что просто микро-макро Все равно некоторые моменты вдвоем нужно подконтроливать То есть тут опыт тоже должен быть вархончике Опаньки Что тут происходит, посмотрите То же, что Эвердос сделал против касса Да там фейерверки какие-то пускают Так просто Вот Чарлик, я негодует Чарлик, как ты в Новый год сидеть тут будешь? Ну, в Новый год он привыкает обычно к потом уже к ночи Иди сюда Чарлик Иди сюда, поглажу Там что-то бомбят серьезно прям Ну что, Оракул строится Здесь бусты У нас буст на Оракула пошел Конечно уже Будет первым, наверное, врыв И что-то похоже, что здесь еще и Как будто какой-то подпуживают Не знаю, зачем здесь пилончик-то еще один Будет ли здесь гейд или нет Хороший вопрос У кого-то Новый год начался Сейчас уже, походу, кто-то там Под шафой что-то Тестит фейерверки Пользователь 0R4 0 активировал премиум на ваш канал Спасибо, Оранда Уситровский Не надо, не надо, пожалуйста Ну что, залетает Оракул Ну что, 4 КСМа минус 5 КСМов минус 6 КСМов минус На всю энергию Оракул Всех ножок Еще один на мэне 16 КСМов на 9 Что-то печаль какая-то У Каса с Тиранвиком В это время, правда Циклон приходит Плюс Плюс Марики Нексус можно минуснуть Например, сейчас было бы Блин, ну тут пилон Есть уже пилон Фокусить Фокусите пилон, ребятки Фокусят пилон Выставляют оверчаж Вердос Но недолго он будет Там работать этот оверчаж Конечно же Марики минус Вердос, точнее Титан Мазеркур минус На Нексусе проблем 16-24 Парабам-то близко Здесь есть либератор Приклевать Здесь адепт заходит Танк стоит Что танком-то никто не контролит Да нахрен он пстит Что-то надо пстить же Куда там Так, подходят адепты Так, оракул атакует Оракул сбивает Адептам можно было Под танк подойти Так он разобрал в итоге В это время на мейне Марики Ну здесь адептики Здесь адептики Спасают ситуацию 24-41 по лимиту Жесть, короче На страничных курсах Полный размен у нас идет Либератор Пытается Феникс убить Но марики Не согласны Они прикрывают еще С автоматиков Подстреливают Дэмэдж наносят Ну и что 16-26 по рабам Более-менее стабилизировалась Ситуация получилась Тиранам Но Вердос Титанчиком добивать Собираются И Нельцу Кстати говоря Выжил То есть он не был убит И варп идет Здесь уже гейт Есть для варпа То есть Сейчас просто заходим Сюда бункера нету До сих пор И врываемся И просто убиваем Феникса Оракулами И адептами Ну все Врыв пошел Адепт пришли А бить-то уже некого Здесь всех оракулы убили Так Либератор Нет Либератор не минус Либератором Феникса все-таки Получишь заминосовать ГГ пишет касс ГГ Выходит большой босс ГГ Пишет титанчик Ну что 4-1 Уверенно просто Выиграли тиранов Только Получается Тиранвику Ударлось взять Игру с титаном Одну Ну да Тираны занимают Уже третье место Все вполне логично Так Ребят Я сейчас Быстренько Отдаю В туалет Уже очень хочется Уже прощение Что говорю И вернусь Будем смотреть Титанчик Против Блайма Интереснейшую Игру Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кидаю монетку, ребят Закрутилась Завертелась Орел Так Обновить результаты Забили Обновлять результаты Почему забили? Нет, вроде не забили Так, Арандач Спасибо тебе за премиум Так, а где репчик-то? Ну что? Черкают вовсю Вот и чарлик подошел Вот и чарлик подошел Снимаем еще Олегу ошейник На речку ходил он Сейчас обновить репчик я написал Все нормально будет Так, а где репчик-то? Так, вот и чарлик подошел Все нормально будет Репчик-то Прост Так, Ульрену Блай выбирает. Последняя карта, там две остается. Создаю эту замечательную карту. Зову Титана, зову Блайчика сюда. Сам делаю судьей. И будем сейчас смотреть мы все это дело. Ребят, всех приветствую. Народа у нас очень много на стриме. Всех я благодарю за внимание. Ну и смотрим, и замечается Торчатлик. Ну хорош ты, не рычи. Как я сяду? Так, а что Рева-то зашел? Угодите, а что Рева-то? А где Блай? Рычалово, Рычалово. Вот Рычалово. Ну да, в Старике много народа. Что-то Блайчик-то не заходит. Поехали. Все, наконец-то читаем. Титан против Блая. Вот этот-то матч просто с зергами и решит, кто первое место займет. Тираны Каз и Теран Вик занимают третье. Вот, но призовой на все места распределен. И 10 300 даже за третье есть. Ну, очень неплохой такой утешительный приз, я бы сказал. По пятерке на брата получается у них. Замечательно. Голосовалочка опять. Блайчик-читанчик. Голошуйте за красивую игру. Рева-инфу сливать. Можно и со стрима сливать. Задержки-то нету. Поэтому сидит ли я в игре или нет абсолютно разницы никакой нету. Гейт. Титанчик через гейт начинает в разведку. Шоу после пилона, между прочим, Титанчик видит дрона и будет мешать хату заказывать. Согласен. А мама вполне достойный у нас приз на шумать получился. Конечно же, главное спасибо Саньке за организацию за такой призовой большой. Ну вот. Слайо 69 или 67. Прошу прощения, я что-то уже потерял момент. Сейчас проверим. 69 конечно же. Большое спасибо. 15 тысяч. Пользователь доодоактивировал премиум на ваш канал. Очень приятно. Ну что же. Здесь у нас на рампе гейт, кибернет. Титанчик ставит нехсус. Блайв все-таки хату заказал. Титан третью теперь мешает заказать. Кстати, у него 300 уже давно есть. В принципе, это пользу приносит, то, что здесь дрону мешала пробка. Блайв заказал хату, Титан этого кстати не видел. Но надо проверить, конечно, увидеть. Проверил, увидел. И Блайв, как обычно в своем стиле, 6 лингов заказывает. Но гляди, что и получится. Скай, слайджи или не скай. Ладно, не будем. Не будем. Не будем. Я думаю, никто не обидится. Кей 320. Всем спасибо в общем-то за призовой в данном турнире. Ну и за поддержку меня, моего канала. Всем отдельное спасибо. Сегодня просто, просто дичь какая-то. В этом плане вышли уже из минусов, уже в плюсы полетело. Ну, на будущее, и что? Скоро ведь и день рождения, и все дела. Не надо вебки будет покупать. Прибегает 8 лингов со стороны Блая. Посмотрите, адепт должен встать за минеральную линию. Титанщик законтроливает очень хорошо, между прочим. И линги... Ой, адепта Блая окружил. Нужно выходить, фокусить, что кого-нибудь, линга. Линги жрут сейчас. Пробок нужно уводить. Все, нафиг отсюда. Еще один адепт строится. Успеет достроиться-то вообще этот еще один адепт. Так, выходит еще вовремя адепт там Титанщик. Фокусит демедженных лингов. Молодец. Ну, тут еще одна пробка под ударом. Блай сразу же хищник Блай, а? Сразу же заметил, какая демедженная пробка. Сразу же ее фокуснул. В это время строит дронов. Парабам! Уже равная ситуация, фактически. Почему играет Титан сразу против Блая Рева? В смысле, сразу против Блая Рева он играет. Не понимаю, про что ты говоришь. Титан играет против Блая сейчас. Потом Рева будет играть скорее всего с Вирдосом, кстати, элегантный-то матч какой будет, а? Вот. Ну и потом продолжение, естественно, вместе с Архоном там все это будет дело. Хотя, может быть, я не знаю, захотят доигрывать Архон или нет команда проигравшая, выигравшая. хороший вопрос. Адепты пошли на третью базу от Титанчика Убла, здесь три дрона. Он пытается их увезти, но не так просто это сделать. Два минус сразу же. Адепты заходят, еще надо пускать. Да, конечно, на мейн иллюзии пускать. Титанчик уходит двумя, иллюзии залетают на мейн. Решил не телепортироваться, правильно сделал один демеджный был здесь, есть королева, забрал бы два-три дрона, может быть, максимум, я думаю. Но потерял бы двух адептов, а, конечно, два адепта ценнее, чем два-три дрона. При определенных обстоятельствах, конечно, мог бы больше Титана убить, а мог бы и вообще и законтролил бы меньше. Ну, я не знаю, просто нет, почему, просто если результат известен, не знаю, игроки не захотят, там, кто-нибудь спешит, не знаю. Ну, я-то, конечно, буду говорить, давайте играть все до конца, и все дела. Так, слай, что поперло-то так дико? Еще 5000 от слая в турнир. 56 почти становится призовой. Спасибо тебе, слай. это серьезно. Ну, тут иммортал один, у Титанчика, адептами пытаются подхарасить, эти линги-то без му, на мейне ничего нет. Зайди сейчас четырьмя адептами на мейн Титан, он мог просто бы развалить Блая, плюс 4 гейта, да, там спайр, конечно, у Блая, но Титан-то собирается прессовать, но, но, призма нету, сталкеров нету, Титану нечем контрить, сейчас мутку просто-напросто будет, вот в чем вся печаль, беда заключается. Спасибо, Теслай. Ну, я скажу, что зрители очень просят Архон, в любом случае, ребятки, не волнуйтесь, здесь с реваджерами Блай встречается, смотрите, Титан своим прессингом вынудил Блая спайр не использовать для продакшена муталисков, Блай строит роучи реваджеров, сейчас один адептик успел телепортнуться на вторую, но Титан все равно не успевает позицию занять, сюда выйти, ой, фаербол по трем адептам попал, неприятно-то как, куда же ты лезешь, Титан, где же призма, все четвертый может устроиться, чисто адепты имморталы, чисто адепты имморталы. заходят, заходят адептами сейчас титанчик, имморталы где-то сзади, адепты ко второй проходят базе, но трех титан телепортнул сейчас, адепты атакуют, да на мейн надо идти, здесь очень далеко до мейна, можно зерга развести на этом действии, так, опять фаербол, имморталов, три штуки, титан, мишка назад, вступать, имморталов, законтраливать, но адептов что-то мало как-то, и Блай разваливает сейчас титана, причем очень уверенно разваливает, судя по всему, это ггшечка, потому что, потому что по лимиту все печально, посмотрите, пол армии здесь, пол здесь, что за бред это вообще, почему не вся армия была в атаке, вот я не понимаю, почему, если честно, выходит титан, другой половины, конечно же сейчас Блай моментально развалит эту половину, адепты по ровущим дэмэдж печально имеет абсолютно, и Блай идет добивать, между прочим, у Блая даже лейера нет, они есть, только-только мух заказывают, ну филды-филды-то можно сбивать, естественно, Блайчику, что он и делает, ну есть еще энергия на филды, один, еще один филд пошел, сбивает Блай, и этот филд, естественно, но в это время ровущи-то гибнут все равно, еще СН-3 приходит, еще филд пошел, третий Нексус титан, между прочим, ставит, если Блай сейчас отпустит, у Титана все шансы есть ожить, хотя Блай понимает, где уязвимое место, посмотрите, у Титана только армия, которая в лоб может драться с ровущими, поэтому пошла мутки, пять штук, семь штук, и даже такое количество Титана будет нереально отбить. Да, Ромжик, команда Тиранов слила и Зергом, и Тосом, поэтому команда Тиранов третье место занимает уже абсолютно точно, но доиграли все до конца. Два Архона, прилетает Титана, а у Блая что, погодите, а, все, еще не понял, а почему имморталы, почему имморталы не ваншотят рабочих, почему у них один ХП остается, я чуть не понял, у иммортал уже двадцатка дэмэджа, и если одновременно стреляют, регенты не успевают, там нету армора у рабов, странно вообще, в чем прикол. так он одновременно и бил, как мне показалось. Так, у вертяж пошел, минус мазеркор, на третьем ника все проблемы, Титана тут шатает, Блай, по всем направлениям, 80 на 146, да и роучи особо нечем убивать, с Н3 падают, блинка нет у Титанчика, с Н3 Блай всех разобрал, здесь два всего Сталкера, мутка вообще все по отдельности разваливает, 70 на 144, уже двукратное преимущество, ГГ пишет, Титан, ну что, вердоз против Рева сейчас, элегантность у нас, время повысить элегантность, нашего стрима. Так, Ревщик говорит, что с Титаном сейчас, разобрал, Ну что, Вердус против Рев все-таки. Так, кидаем монету, Ревчик-Орел, как обычно. Орел прет Ревчику. Вердус против Ревчику. Так, надо Вердус учеркануть в скайп. Короче, и Титан, и Вердус пропали. Нет, все-таки Рева будем против Титанчика сейчас играть. Почему? Потому что Вердус зафкашился куда-то. Ну, чтобы время не терять, кто здесь есть, играет. Так, на Киви плюс 700 приходит. С банка сказать. Happy New Year. Спасибо тебе большое, кто бы ты ни был. Очень приятно. Так, что нам надо? Нам надо ждать, пока дочеркают карты игроки. Ну что ж, ждем, ждем. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Ну что, если Титанчик сейчас проиграет Ревчику, то тогда, конечно, придется Вердосу отдуваться за Титанчика. Вот, и тащить всех. Нет, Решка, если Орел, то не Рева черкает. Если Решка, то Рева. Там так должно было быть. И так вроде и было все. Спасибо. Сумеречная башня у нас. Карта создаю. Карта создаю. Поехали. ГЛГЛ, всем пишу. Титан против Ревчика. Вторая игра протосов против зергов идет. Да, Ледоркова, очень согласен. Были прикольные карты, но, к сожалению, все вымерли уже. 55 900 рублей. Напомню, призовой слай. Слай 69. 20 тысяч просто внес. Здесь Санька. Спасибо большое. Славе Саньке, Кею, статс-инженеру, Сомарсу. Всем, кто поддерживал. Абсолютно всем. Вот. Продолжается битва. Спасибо всем, кто поддерживает меня. На Киеве, вебманиях, везде через плеер. Подписывается на премиум. С отключенным андлоком сидит. Это Бу-1 у нас. Напомню, ну, Титана нужно тащить, чтобы выигрывать. Потому что дальше будет... Ну, хотя Вердос, конечно, который сейчас в ладере, наверное, один из самых сильных игроков. Ну, Блайдер тоже 15 место занимается. Так. Спанчбок, ты чё там в этом... В литургическом сне лежал, что ли? Я не понимаю. Какой стекло и палец уже всё. Стекло уже пальцем продавили. Не бой больше. Стекол никаких. Короче, ребят, всех с наступающим в очередной раз. Завтра будет стрим, но завтра я не уверен, что какие-то турниры вообще, в принципе, есть. Есть какие-то идеи, есть. Можно какой-нибудь шоу-матч запилить бы было, я не знаю. Но кто с кем, я без понятия. Можно фрикурольчик, со зрителями, не знаю, поиграть. Посмотрим, что будет. Ну, я бы, конечно, хотел бы что-нибудь такое, типа, сегодняшнее. Может, не с таким диким призовым, но кого-нибудь с кем-нибудь. Ну что, с двух адептов начинает. Титанчик у нас, кстати говоря. А, ребчик-то, еще пока ничего не видел, но у него уже мув заказан. Ключики разыграть. Ну, ключиков-то больше нет. Я не знаю, там лотвы были когда-то там, но сейчас уже, наверное, нету ни лотвов, ничего не осталось. Так, адепты вперед идут у Титанчика. Рева видит, 6 лингов сразу заказывают. Мув на половине готовности примерно находится сейчас. Ну, а вот просто тупо выходом адептов уже вынудил заказать за эрголингов. Ну, кстати, 6 маловато даже, понимает. Рева больше нужно заказывать. Стеклопалец вертел, ну-ка его, да. Пока с каждого стеклопальца денежки капали. Все дела. Так, ну что, лингов все больше становится. Рева что-то туда-сюда рабов водит, непонятно как-то. Адептами желательно уходить. Желательно бы с иллюзиями уходить бы. Думаю, что Титанчик и делает. Иллюзии послал домой. Адептами проверяет, что здесь происходит. Только эскейп, не жми Титанчик домой. Ушел, да, телепортнулся. Отлично. Не я составы решал. Я к этому не причастен практически был. Поэтому вопрос к Репчику, к Саньке. Почему такие составы, а не какие-то другие? То есть изначально не должно было быть, конечно, Титана здесь. То есть тут Култи и Вердос должен был быть. Но Вердос, прости, Култи уехал в Ухту. Домой там. На Новый год. Играть не может, поэтому. Ну а насчет завтра, если у кого-то какие-то идеи есть, кто-то хочет выделить призового, пишите мне. Сделаем кое-нибудь шоу мать, хотя бы там, если будет тысячи три. Рева, конечно, играть не будет. Он слишком для него мало, для его уровня GSL кода S топа. Но кого-нибудь я обязательно найду. Ну что, адептики вперед идут. Пасти готовы резонирующие Глевы. Что-то пришел Титан, посмотрел и ушел. Третья Нитсу занимает сейчас, то есть играет макро. На второй базе вот сейчас газ нужно начинать добывать. Сентрия овермичку минусует. Адепты плюс призма летят вперед. А Рева ручь и мастит, обратите внимание сейчас. Барабам одинаково абсолютно. Сейчас, если Титан не отдаст адептов, то ему просто встречать, принимать там надо все. Рева, кстати, часть юнитов прячет, обратите внимание. А призма-то в это время на мейн прорывается. Почему только сразу в ней адепты не сидели, а варпятся уже по факту. Хороший вопрос. Игнат поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. С наступающим Новым Годом! Счастья тебе и успехов! Спасибо за стримы! Береги себя! Спасибо, Игнат! Очень приятно. Ну что, 13 дронов уже минуснул Титанчик, но не раз мы видели, когда вот такая вот... Попадает сейчас под фаерболы у нас юниты Титана. Когда так адептов отдаешь, по боевому лимиту оппонента в три раза больше 60 на 20, и можно продавить, попытаться сейчас будет. Игнат, спасибо большое на добрые условия всех. Еще раз с наступающим. Адептики прилетают. 29.54 по рабам в пользу Титанчика. Сейчас. Ну что, еще прохарасил. Три рабочих убил. Здесь забегает. Куда-то Титан спешит с уверчажем на пилоны как-то сильно, по-моему, плюс гейты добавляются. Но юнитов-то здесь кот наплакал. Правда, второе робо уже готово, но почему-почему? Смотрите, вот два буста, ну вот тебя прессуют. Вот как сейчас просто еще слабо это делают? Два робо. Бустят эти робо. Бусты вообще в никуда сейчас у Титана все используются. Уверчажа пошли. Еще нужно уверчаж делать. Все, адепты. Адепты здесь. Вот реводжеры, роучи пришли от ревы. Он просто фактически булын поперся сейчас и разваливает Титан, потому что недостаточно боевого лимита. А ведь могли робо буститься там. И могло быть больше имморталов. Ну, здесь Титанчику уже тяжело отбиться. Хотя по робам у него ситуация еще замечательная. Уже ясно-то поддержал ваш канал на сумму 700 рублей ровно. Серега и чатик. С наступающим Новым Годом. Спасибо тебе. Мазеркор вылетает очередной. Рева уже на мэне. Нужно оверчажей больше сейчас. Иммортал строится. Но опять же одно робо бустится, как и до этого было. Вот Иммортал выходит прямо под юнитов зерга. Все, минус Мазеркор. Минус все. Казалось, Титан так ревчика захарасил, но не смог атаку в лоб сдержать. Смотрите, сколько роучей и реводжеров осталось до сих пор. Иммортал живет на чудесах каких-то. Рабов до сих пор у Титана больше. Но отбиться не может. И рабов сейчас меньше тоже станет очень скоро. На третий бастик. Ой, как добыча идет. Пилончики падают. Как же важно, что вот эти пилоны сейчас падают. Имморталы не достраиваются в итоге. Адептов тоже мало. Здесь и пилона рядом с Нексусом. Нет смысла сюда варпить юнитов. Нету никакого. Вышел Иммортал чудом. Мазеркор вышел. Да оверчажа некуда поставить, правда. Линк Иммортала грызет неприятный. Линк такой. Здесь у нас зашел Руич. Здесь на третьей базе адепты с Лингами справляются. Кстати говоря, Иммортал все-таки упал. Титан устанавливается. Пилон пытается на Роба. До сих пор есть шансы какие-то минимальные у Титана. Потому что рабочие сохраняются. Но рабочих уже 14 на 21. Не в пользу Титана. Здесь призма летает. Отдается. И кажется, что все-таки несмотря на все титанические в прямом и перенесном смысле попытки отбиться, не получается у Титана этого сделать. И протцы проигрывают. 0-2 уже, между прочим. Рева и Блай забрели Титана. Надежда на вердоса. Надежда на элегантность. Она должна спасти. СРКУС. Да, видел, что БВ. Но я пока не стримлю, кстати. Так. Куру от Реважера потерял. Спасибо всем за поддержку, ребят. Привет, Степенуль. Блай выиграл Титанчика. То есть Рева и Блай выиграли их. Так, что-то видно, на Яндексе еще какая-то активность у нас идет. 333 на Яндекс с Новым Годом. Спасибо. Каким с Новым Годом-то еще даже нигде не наступил? Или ты с тех корешек, кто запускал фейерверки сейчас, походу? Новый Год начинается не с Нового Года, а с носа налитого. Так. Ну что, черкают карты. Ждем, ждем. Будем врываться, конечно. Ну что, спасибо, ребят, всем. С Новым Годом. Так, что-то затянулся процесс черкания карт. Прям очень сильно как-то, ребятки. Прям очень сильно как-то, ребятки. Лилилак Карта у нас Проблематично выговариваем Создаю вердоз Против Ревы Наконец-то я давно ждал этот матч Элегантный на самом деле Интересные оппоненты Друг другу противостоят Так, отвлекся на пару секунд Поехали Ну что же, Бу-1, конечно же Карта посмотрите какая, кстати Куда это вердоз поехал Вердоз поехал в разведку В сверх раннюю, просто невероятно Раннюю разведку, до пилона называется Она, то есть он хочет Знать и не угадал он, ё-моё, как же Не ведёт вердозу сейчас То есть он хочет знать Не будет ли там пула первого с мувом Чтобы Чтобы убить просто Чтобы не умереть, точнее от него не отлететь Слушай, голосование идёт у нас Кто победит? Элегантный вердеревчик народный герой За красивую игру 40% за вердоза 20% за реву Как ты поддержал ваш канал На сумму 100 рублей ровно Просто хотел сказать Что слай 69 красавчик Спасибо, Санька Я тоже Я уже Я уже Задолбался это говорить Но так оно и есть Так оно и есть Буду до бесконечности говорить Потому что пока Такие люди есть С СНГ Старкрафт будет жить По крайней мере Будет где играть Нашим хотя бы ребятам Ну что, хатка ставится Посмотрите, какой элегантный билд Кажется, это два гейта адептики Будет сразу же Ну, здесь Газпул ставится, конечно Но в Нексус-то будет тяжело Хоть, во-первых Вердоз всё это делает Не на рампе почему-то Что очень странно Как мне кажется Во-вторых Там Тузерк должен быть готов Просто Спасибо всем Ещё раз за поддержку Пробка возвращается Вердоз Всё прекрасно Два адепта строятся Но бусты Буст в Нексусе стоит Мазеркор будет Что у нас будет Что-то адептов Вердоз не бустит Не знаю почему Пилончик в районе второй базы Рева 10 лингов Заказывайте Ну сгрызали Что-то собрался делать Смотрите Рева-то видит Что рампа не застроена Офигеть Сейчас Сгрызали Эти в катет Ой-ой-ой Так адепты Вперёд идут Гейт пошёл сюда Ну и что Будет ещё Ага А где Где Погодите Здание-то это А это и есть Это стар гейт Это не просто гейт Прокликал ли рева Интересно мне Адепты двигаются Вердоз Сейчас палит Что Линги здесь находятся Уходит назад Конечно Уже Мув лингом Ещё не готов Но они и так Быстрее адептов Бегаются Нужно иллюзию Пускать домой Что и делает Вердоз Можно пару лингов Отфокусить Сейчас И на Уйти Конечно На этих адепт Ну позиция Интересная Здесь Но пилон Всё один И на мейн Есть проход То есть Тут Интересность В чём заключается Что он Может Стукую Сейчас Ревчик На мейн Попытаться Ворваться Вердоз Нужно аккуратнее Быть Какой-то адептов Так вывел Нагло Какой-то вывел Адептов Нагло Прямо так Вердоз Рева Пошёл вперёд Иллюзии Вердоз Сразу упускает Уверчаж На пилончике Странно Что А если бы Линги сюда Пробежали Могло бы быть Опасно Ведь рабочих У Прот Сейчас Больше Чем У Зерга Матч Рева Верди Бой 7 Я говорю Не Ну да Тут Без шансов Я говорю Трёшка Хотя бы Трёшка Тут Трёшка И не получится Рева За Трёшку И чего Ребят Тут Уровень Другой Так что Тут Надо Черепашечку Минимум И чтоб Трёшка Хотя бы Была За второе Тогда Может быть Да Ну да Ладно Третий Пилон Увердоз Фениксы Начали строиться У Ревы Нету Пока Третьей Базы У Ревы Роуч Ворон У Ревы Много Газа Два Добывается Газа Лейеров Никих Нет Добавляются Королевы Может Быть Это Будет Сейчас Слайд И что Творишь Это Вообще Ты Там У тебя Все В Порядке Еще Плюс Пять Ты Пять Девять Сот Уже Придовой Шестьдесят Как Он Он Стал Спасибо Тебе Слай Ждем В следующем Году Поддержки Других Мероприятий Тогда Ну и Канала Естественно Тоже И моего И не Моего Ну что Адептики Ставят Здесь Феникс Прилетит Королев Ну очень Много Я думаю Что Овердос Уже Понял Что Здесь Происходит Королева Реведжера Линги У нас Соответственно Сейчас Будет Рых Нужно Как Можно Больше Пилонов На основном Направлении Удара Делать Чтобы Перестраховаться Всякими Этими Уверчажами Феникса Это Хорошо А кто Будет Убивать Роуч Ты Понял Дэмэдж Никому Бонуса По Роуч Нету Здесь Блин Это Серьезнейший Пуш 93 66 По Лимиту Рева В плюсе Просто В невероятном Сейчас Я вам скажу Так Адепты Вышли Слингами Дерут Сейчас Давайте Отдадутся Еще Видит Прекрасно Вердос То что Здесь Делает Рева Адептов Отдал На ровном месте Что ты делаешь Вердос Ну Дружочек Если сейчас Вердос Проигрывает То все В кланваре ГГ В этом Нейшенваре Получается Роба Отменяется Пилончики Новые Пошли Нужно Грелку Какую Сделать Что нибудь Сделать Что нибудь Вердос Пилонов Ставят Пилонами Боевые Юниты Тоже Нужны Сталкеры Добавляются Гейтов Три штучки Пока Всего Лишь Оверчаж Выставляется Здесь У нас Фениксы Но Фениксы Чем они Спасут Положение Когда Здесь Только Королев Можно Фокусить Нужно Поднимать Каких-то Юнитов Королев Видимо Надо Поднимать Оверчажи От Вердоса Выставлены Много Оверчаж Выставлено Но Почему Феникс В замесе Не участвует Не понимаю Сталкеры Все новое Добавляется Еще На пилончик Оверчаж Пошел Еще На один Пилон Можно Сюда Оверчаж Поставить Фениксы Врываются Сбоку Королев Начинает Минусовать Вердос Держится Пока Еле Еле Держится Но Сталкеров Все меньше Гейты Хоть Добавляет И вот Они Где Находятся Они Могут Пострадать Сейчас Рева По КД Кастует Фаерболы Ну что Чудом Вердос Держится 62 110 Ну что Рева Стреляет В упор За себя И двор Как говорится И Рева С Блайем Уже точно Забирают Первое Место Если Вердос Не против Можно Доиграть Так Ну что Призовой То пополняется Блай Согласен До конца Согласен Левердос Согласен Согласен Ну что, ребят, за поддержку еще раз спасибо за вашу, ее очень много везде, везде, везде Так, урену создаем Пердос против Блая будет биться Сейчас Уже как бы это особо ничего не решает, но Хочется посмотреть красивых игр 30 числа, прямо перед Новым Годом всех Ну и призовой, конечно же, пополняется Я, кстати, 300 плюсанул вообще сюда Не уверен, что плюсанул Так, Боберыч 95 и 60 тысяч ровно Призовой становится Поехали 60к призовой, ребят Это серьезно За пару дней 100 с лишним 60к Севен Ксигон поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно От Ильи и Лизы и Стулы Спасибо за стрим и с наступающим Севен Ксигон Спасибо тебе Семьей получается Смурти Блин, приятно, приятно Спасибо тебе большое Призовой, соответственно, 30 тысяч Первое место 18 тысяч Второе 12 Третье Пользователь Джайф активировал премиум на ваш канал Спасибо, ребят Сегодня, конечно, и турнир С лайвы дает Спасибо Саньке И мой канал Всем спасибо Поддержки немерено Просто Просто немерено Ну, просто немерено Голосовалочка Блай Вердос Кто победит Карта Ульрена Которую очень любит Блай Титана Там Блай одолел Ну что Тут уже равно Практически за красивую 26% За Блай 26 За Вердоса 28 21 упырей Но пока еще Голосование идет Голосуйте, ребятки Голосоции Голосоции Слычаг Блай Голосоции Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что, оракулы висят Оракулы висят, вердос их не потерял Но и ничего не ожог Не ожог особенно Есть здесь спорки Ублаживаются, адептики выходят Вперед, здесь у нас врываются Оракулами нужно встречать Вердос встречает Вердос встречает И хорошо встречать Здесь адепт один есть, все нормально Погорели все линги очень быстро Ну, хочется Понял Илюх, конечно, отходи Разберемся тут, если что Спасибо тебе за помощь Ну что же, хотя бы оборонительную функцию Оракулы неплохо выполнять Адепты тут лингов неплохо убивают Нужно, так, несколько Две штуки, два адепта гибнет сейчас Остальные полудохлые просто уходят Сейчас у Вердоса домой Нужно поменять их, чтобы не танковали Краснющие-то эти Ну, два сразу, минус два сгрызает Так бы сзади поставил, ни одного бы не погибло бы Оракулы Оракулы продолжают контролить Но это больше контроль крипа Теперь получается, особо рабочих не поубиваешь Так, Сергей Керн Ну, там мало что понятно Только одно из новой системы ВЦС Понятно, что там меньше корейцев будет Я думаю, что это очень положительный момент Почему? Потому что на большой дистанции В принципе, корейцы скилл всегда дают То есть, подгоняют ладеры европейские Но они там будут трениться, я думаю, что некоторые И так у всех будет меньше И это хорошо Это шанс в нашей сцене тоже как-то Немножечко ворваться СНГшной, потому что Потому что, ребят Сейчас все и тренятся И очень важно, чтобы вот с первого же ВЦС Наши игроки результаты начали показывать Вот кто в ходе Блайда Хэппи проходил Иногда КАС ДМС там Мало кто вообще проходил в премьерку Если пройдут молодые в премьерку Например, то это всех толкнет Ну, хотя там премьерки эти Там совершенно другая система какая-то Там даже не премьерки, не еще что-то Вот смотрите Вирдос играет с Блайем Агрессивный блинк вперед У Вирдоса больше лимита Оракулу жгут Сталкеры убивают лимита Больше уже, чем у Блая Но Судьба матча-то предрешена А если Вирдос сначала с Блайем играл Может быть, он и с Репчиком отыграл бы так Как-то получше Что с Трелок Стрелок был на ВЦС в премьере вообще Я такого не помню Может и был Я просто реально Поправьте меня, если я не прав Когда-то в начале ВЦС Вполне возможно, да А, ДМС в челленджере вылетел Ну, хотя бы в челленджер В прошлых ВЦС и в челленджерах Проблема на нашем было пройти Оверов Вирдос Миллиард Ублай Забирает всякую сапплайблок 95 из 50 лимита То есть Тут из сапплайблока-то выйти шансов Нет никаких практически Нафокусил Реводжеров Вирдос Ну, Димага, да, был точный Ну что, изи от Вирдоса АПМ гигантский 430 Против Влайского ГГ Размочил в счет Кто вообще из наших был, получается? Хэппи, Касс, Блай, Димага И все, в премьерке больше никого не было, что ли? Получается, что так Ну что, Архончик Так, ну что Спасибо всем, ребят Ревов все свои игры Блин, подготовился Ревчик Ну что, достойный приз Ждет Блая Ревчика По 15 тысяч В данный момент А ведь может Это еще и не конец Может еще что-то пополнится Пока Архончик-то у нас идет, ребят Это все от вас зависит Ну все, подходит к концу Памечку стрим Ждем Вирдоса Титанщика Так, экстра трещил Врачайник я уже отрепортил Вот Врачайник я уже отрепортил Что он пропал Ну появился-то кто? Джимми появился Под Новый год Решили не Керриган, а Джимми Потому что Посмотрите, что у Джимми Стаканчик виски И Какая-то сишка Не делайте так, как Джимми Никогда А Джимми будет это делать в чатике За Федю болеть зав А, завтра же бой Точно А во сколько завтра он будет? Может застримить вообще? Или нет, у нас такое не стримится Там матч ТВ Все дела И меня прессовать будут Ну что, черкает понемножечку Карта там игроки А еще раз ТО А Так А И А 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 Продолжение следует... Так, что-то медленно, но верно, черкаются. Ну что, понемножечку черкаю, что там всё, вот две карты остаются, сейчас выберет Блай, по-видимому. Ребят, всех ещё раз приветствую, с наступающим поздравляю! Вот, спасибо всем за поддержку у меня моего канала, поддерживать можете отключенными адлоками, премиумами, ну и материально по реквизитам писания или через плеер. Вот, у нас шоу-матч, Race Wars, он назывался, Тираны, Зерги, Протасы, Тираны заняли третье место, проиграли и Протасом, и Зергам, Зергам 3-2 проиграли, Протасам 4-1. Вот, ну а в данный момент 3-2 ведут, видите ли, сколько, какой у нас счёт-то получается? Нет, 2-1, да, сейчас счёт. Нет, 3-1 получается выиграли, или как они выиграли-то? 5 матчей, всё, а нет, 4-1, да, всё верно. Здесь счёт 3-1 сейчас, и может стать либо 3-2, либо 4-1, вот так вот. Но уже точно заняли, уже точно заняли Вердос, простите, Блай и Риева, первое место, получают 30 тысяч рублей на данный призовой, может он увеличится ещё за первое место. Второе место Протаса 18 тысяч рублей, и 12 тысяч, третье место. Поехали. Вот как-то так. Вот так. Ну что, ребятки, Бу-1, Рева, Блай. Против Вирдоса и Титанчика, Архончик играют. Посмотрим, что из этого получится. Гейт на рампе пошёл, интересный такой. Не знаю, кто билд. Кто билд использует. АПМщики, посмотрите. А как чьи АПМ мерятся, мне интересно. Это же Архон. То есть, это какого-то одного игрока. Ну, в ротсов-то понятно, чьи это АПМ. Средний 500. 500. Чё происходит-то? Или это двух одновременно считается? А может быть и двух получается игроков. А почему-то Арева с Блайм не кликают почти. На расслабоне чисто уже празднуют победу. Ну да, видимо, это от двух игроков считается. Арева с Блайм не кликают. Ну что, нет, сус пошёл. Гейтсей, зелочек, кибернетка. Всё на второй базе. На мейне только добыча. Даже пилона ни одного нет. Вот это иногда приводит к печальным последствиям, когда даже пилона нет. Здесь пилончиком блочит лингов у нас. Титанчик вернулся. Не знаю, будет ли пилон достраиваться. Судя по всему, нет. Меняется пилон в последнюю секунду. Пробка уезжает ниже сейчас немножечко. Так, пилон отменяется. Здесь новый. Лингами пытается блай пробежать, но тут уже мазеркор, и тут уже адепт есть. Да всё, уже даже не нужен этот пилон особо. Так, аккуратнее нужно адептам этим. Мазеркор выходит. Всё, теперь уже точно прогонит. 29-24 по рабам. Ну, кстати, можно было в следующий раз такое, если такое делать. Сейчас тоже, конечно, ничего менять нельзя, иначе это будет и вообще неправильно. Паригар будет, и, конечно, куда что, какие на ходу правила менять. Можно за Архон, допустим, мод из такой же, такого же формата, что в матче делать. За Архон мод не там одну очко давать, а два, например, или полтора, я не знаю, как бы. То есть, если два Архона, чтобы за три было там, ну вот. То есть, тут-то все игроки участвуют, по идее, более ценные такой, чем Буазин один на один. Ну, посмотрим, что дальше будет. Ну что, подрезает несколько дрончиков здесь. А именно... А именно пять штук уже. Так, вердос и титанчик. Адепты заходят, успевают оба телепортнуться, но шесть дронов подрезано, но оба погибают. Может быть, лучше было сюда ими уйти и поля форигенить, не знаю, но предпочли до конца там биться. Здесь у нас пилон один на третьей базе есть. Линги бегут, но они без мува. Адептиком видят у нас вердос. Кто это контролит, нужно уходить адептам срочно. Еще адепты добавляют, плюс уверчаж. Ну да, и начинать с Архона, например. Ну, у меня такая идея в процессе появилась, я думаю, что это логично было бы вполне. Так, от линги увернули сейчас от иллюзии адептов. Нужно сюда Мазеркор ввести, вот этого линга убить, пока адептами кто-то гоняется здесь за лингами. Хорошо тут разогнал все. ПМщик, да, держится. Да, это 260. Не у Блая, не у Рева, не 260. Значит, здесь общая ПМ считается. То есть, и от одних, и от других. Нет, два на два не будет. У нас последние на сегодня матчи-то. Вот Архон, Бу-1, вот это. Вот этот вот. Всех я вас очень сильно, ребят, благодарю за внимание, за поддержку турнира моего канала очень большую. Вышли из минусов даже до Нового года. Это просто невероятно приятно. Вот. Ну и теперь будут плодотворные каникулы. Будет Нейшн Ворс у нас в январе, там Дрим Хак. В конце, правда, января, там Дрим Хак. Вот. Много-много интересных турниров. Не знаю, что еще будет. Может, мы что-то организуем. Может быть, там, надо с Пашей говорить, что там с Бобра-лигой, может быть, еще получится запилить сезончик. Насчет завтра, если у кого-то желание есть выделить призовых, давайте еще не создадим какой-нибудь шоу-матч, например, можно позвать по желанию, кого-нибудь там, не знаю, попробовать. Но я спрошу еще, может, Санька, Яндекс, кто-то хочет, не знаю. Но они и так просто нереальные деньги вносят туда. Короче, разберемся. Завтра будет в любом случае стрим. Я в ФП поиграю немножечко, может быть, что-то и организуем. Но в любом случае, если шоу-матч делать, это будет после 18.00 уже. Милки Као позвать. Ну, кстати, да, тоже нашего молодого дарования 12-летия. Милки Као. У нас стримит игрок такой, так что смотрите, его стримы поддерживаете, чем можете. Можно с кем-то... С кем? Просто надо оппонента, соответственно, уровня давать, как бы. Только я, может, мастер лигов, правильно? Или кто-то, не знаю, кто. Спайр ставится. Вирдос... Прости. Рева и Блай ставят. Спайр, Вирдос, Титанчик, Иммортал, Сталкер, много-много всего. Да, не, я понял, соберём донат. Ну, давайте с ним свяжемся как-нибудь, тогда я свяжусь с ним. Просто... Просто с кем играть-то ему, как бы, нужно же... Кого-то, ну, такого, как бы, не... Кто ГМЛ, ну, кого, куда, как бы, это всё-таки, как бы, посильнее игроки. Так, а Миша какой у нас майкер? У нас, кстати говоря, ранг. Он же сейчас Алмаз вроде, да, там, или кто-то уже играл в Старкрафт. Кстати, надо спросить Мишу, может, Миша хочет с молодым нашим игроком сыграть шоу-матч? Ну, чё, прикольная идея. Надо спросить у Миши, готов ли он ворваться. Кстати, я поговорю после стрима, ребят, хорошую идею подкинули. А чё? Здесь Сталкеры пришли, ребят, чё-то игру не комментирую, но всё равно она уже ничего не решает. Разваливают Рева, точнее, Вердос. И Титанчик разваливают Реву и Блая, Вархон. Здесь же, скорее всего, ГГ. Но это, к сожалению, ничего для них не решает уже, хотя здесь Роучеры и Лодзеры пошли. Понял, Андрюх, Миша согласится. Он завтра занят, ты имеешь в виду, или почему не согласится? Ну что, идёт врыв. ГГ пишет, Блая, Рева. Архончик закончен, ребят. Искандер, он тупый мой, я вообще не знаю, кто такой Искандер. Ну что, ребят, всем спасибо. Поддержки больше, вроде, никакой не вижу. Вроде всех никого не обидел, всем всё сказал. Не, ну в качестве поддержки-то можно, можно, как бы Миша и проиграть даже. Таких людей нужно поддерживать. Надо спросить, будет ли он стримить сам просто завтра. Надо мне какой-то контакт мелкий кого-то найти. Вот, ребят, всем за поддержку ещё раз спасибо. ФП, наверное, не буду играть, что-то нужно покушать ещё, и время уже очень позднее. Поэтому давайте, как бы, до завтра. Завтра я постараюсь с утреца начать с ФП пораньше, ну, и побольше постримить. Тоже утро-день, может быть, и вечер. Вот, ну, часов максимум до девяти я буду, может быть, и меньше. Короче говоря... Тигры, я тебя понял. Как контрить либераторов, мариков, мародёров? Кому проксу или кому контрить? Вот, Баварский начну. Ну, я, короче, не знаю. Я думаю, что... Что часов в одиннадцать начну. Так. Ну, что, ребят, всё. Всем ещё раз спасибо. Торможу. Вас всех с наступающим, если кто-то завтра не сможет посмотреть. Если кто-то не сможет посмотреть, тогда увидимся мы уже после Нового года. Ну, завтра приходите, ФПшечка, может, что-нибудь интересное получится задумать. Запланировать какой-нибудь шоу-матч. Всем пока. Па Brisbane. Субтитры сделал DimaTorzok door to back to Christmas. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...